Добрый день, да, день, обычно вечером у вас, но в этот раз это день. Сегодняшняя наша лекция или беседа, или вы можете прерывать, спрашивать, это только приветствуется. Я раньше занимался стендапом и к этому привык, правда, был давно. Я бы назвал так, русская жизнь через русскую литературу. Несколько лет назад, какие-то определенные события, не буду их сейчас описывать, как-то прямо это было, наверное, перед коронавирусом, этой нашей новой эпохой, навлекли мне какую-то мысль, почему у нас как-то так все странно. И я решил изучить русскую жизнь с точки зрения свидетельства, потому что историки, понятно, это такой странный у меня проект, историки, они такие сказки для взрослых, каждый историк имеет свои убеждения, и, естественно, когда мы приходим к программисту, звоним в Сберу, нам легко докажет, как надо делать, даже если мы думали совершенно другое до этого, потому что он профессионал, историки тоже часто так, они знают даты, знают все такое, и у них разные убеждения, и все преподносят по-разному. И, как всегда, когда ведется следствие, одно из главных качеств оперативной работы – это показания свидетелей. Свидетель по определению не объективен, он что-то может утаить, быть за кого-то или против кого-то, что-то подзабыть и так далее и тому подобное. И я подумал, а не сделать ли так? Не использовать ли свидетельские показания литературы, которые описывают о жизни в ту или иную эпоху, выстроив цепочку романов, поэм, как бы перетекающие одно из другого, где как бы одни персонажи, ведущие, могли бы быть знакомы, в принципе, а такое мы будем встречать, с персонажами, появляющимися в произведении, описывающие следующий временной этап. Где-то они будут идти прямо мелким шагом, прямо по три, по четыре года, а где-то они будут покрывать более обширные эпохи временные. И как-то я вот так запарился и в течение долгого промежутка времени подобрал 30 примерно произведений. Принцип концепции. Что я отсекал? Даже можно сделать треугольник. Вообще это, конечно, все звучит, я понимаю, немножко бредово. Сделаем треугольник, такое отсечение. Первое. Автор должен быть, собственно говоря, свидетелем событий. И сразу я буду приводить пример потрясающих произведений русской культуры, которые пришлось отбросить. Понимаете? То есть не качество в данном случае литература интересовало, а свидетельство о событиях. Когда-то будет кто-то описывать нашу коронавирусную эпоху. Не в цифрах там умерших, заболевших, а в том, как конкретная семья, живя в Твери, в Москве, в Перми, реагировала на то, что происходит. Кто кого потерял, кто, наоборот, не верил. Какой-нибудь у них был сосед антиваксер, а другой, наоборот, ваксер. Вот именно вот эта жизнь, сама жизнь человека, как она происходила на фоне событий, а самое главное развития общества. Мы с вами знаем, что сейчас совершенно немыслимо моя юность прошла в 90-х. И я сейчас чувствую себя совершенно устаревшим, как пулемет Максим на космических войнах. Понимаете? Я привык к 90-му, к концу 80-х. И это менялось часто очень быстро, не только сейчас. Поэтому, допустим, вот тут война и мир придется отбросить, потому что Льву Толстого был два годика. И, собственно говоря, в атаку штыковую он не ходил под Бородино. Второе – это символичность произведения. Мы тоже, если есть другие варианты, мы отбрасываем. То есть, допустим, великие, потрясающие мертвые души для нас слишком символичны. А говорящие примерно об этом самом герое нашего времени нам подходит больше. Либо обломов. При том, что, может быть, мертвые души мощнее и сильнее. И третье – тут произошла огромная тоже потеря. Это, она должна говорить в принципе, либо о городских жителях интеллигенции, либо в принципе об обществе. Не об узких социально-культурных группах. Скажем так, вообще о людях. То есть, мы с вами потеряем, условно, колымский рассказ. Наза Шаламова, ну, это о зэках, политзэках, либо уголовных. Потеряем записки из «Мертвого дома», Достоевского тоже. Ну и самая страшная потеря, на мой взгляд, как режиссера, это именно по построению темпа ритма, по драматической перипетии, по описанию, по достоверности. Тихий дон. Наверное, на такой высоты качества литературы. Тихо слишком? Да, да, я понял. Вот, я так и знал, что я в этом ошибусь. Вот, мы, ну, это написано о определенной этнокультурной группе в казаках, которые немножко отличаются. Вообще, Тихий дон очень сильно отличается при всем его качестве. Ощущение, что за спиной Шолохова или не Шолохова попыхивало просто сигарами целый коллектив голливудских сценаристов и продюсеров. Потрясающее с точки зрения качества литература. Но эту эпоху мы заменим другой. С моей точки зрения, опять же, может быть, не объективной, как человека, занимающий сценарным искусством, куда более слабой книги. Но для нас более важная, как говорящий вообще о людях, это доктор Живак. Вот, то есть вот эти вот три рамки, через которых мы будем идти в нашем повествовании. Вторая наша огромная сложность – это то, что я эти лекции уже вел, и они занимали несколько лекций. Сейчас нам нужно 80-страничную эпопею втиснуть в два часа. Это будет сложно, и я даже немножко… Мы пойдем очень быстро. По сути дела, мы будем озвучивать список. Я буду смотреть на телефон. Вот оно, время стартовало. Не потому, что я куда-то тороплюсь на поезд, а потому, чтобы втиснуть и потом не говорить скороговоркой последние произведения нашей современной литературы. Там тоже есть кое-что. Начнем сначала. Все, что мы знаем по школьной программе, мы часто будем исследовать. Это как бы вообще она не так уж плохо составлена. Сначала она шла, наша словеса. Я не буду брать, естественно, слово «Полку Игорева». Древнерусскую литературу, сказания Петра Февронии, которая может как-то относиться чуть ли не к рыцарскому роману. Есть некоторая схожесть. Мы начнем с более-менее времен близких к нам, где началось какое-то более-менее сплошное движение. И начнем мы, естественно, я буду все это писать. Это я правильный фломастер выбрал? А он плохо пишет. Недорсель, да? Фанвизин. Почерк у меня, конечно, фанвизин. Я буду даже писать примерные года. 1772-78 год. То есть это когда у него был замысел. Следовательно, он описывал время чуть-чуть раньше. Что мы видим в плане русской жизни? Конечно, мы видим вопиющее крепостничество. Понятно, да? Что крестьяне в его произведении, они вообще как будто их нет. Понимаете? Как будто это какие-то туземцы, которые случайным образом здесь оказались. Мы видим, конечно, некую семью. Это типичный классицизм с его моралите, с его такими отступлениями. Собственно говоря, до Пушкина, тут я абсолютно не нов, русская литература, часто калька западной. Кое-что отличает его от западного классицизма. Там, конечно, есть властная тетка, главная, которую всех гнобит. Ее сынишка, Недорсель, он же. И идущая сверху правда. Фанвизин был государственником и верил в правду, идущую сверху. Вот императрица, которая переписывала с Вольтером и при этом сделала крепостным правом наиболее жестким, которое существовало на Руси. А Вольтеру, как бы, видимо, писал совершенно другое. Ну, это часто у русских государей такое случалось. Совершеннейшее издевательство. Вот крестьянами, где они могли получить срок за жалобу, то есть за челобитную даже, за челобитную человек получал срок, разлучался с семьей. Она была, можно сказать, почти садисткой. Не знаю, откуда у нас традиция вот этих вот, я помню, в советской школе были завучихи такие, знаете. Вот в русской литературе встречаешь эту традицию таких властных женщин. Они каким-то образом появляются в разных эпохах. То есть это не... Многие говорят, ну, это последствия советского времени, послевоенного. Многие мужчины погибли, ерунда полная. Вот тут как бы ни о каком советском времени речи не идет. Однако она там есть. Там есть Правдин, слова у него такие говорящие всегда. Вот, напрямую. Есть Стародум некий. Стародум заработал состояние... Это со стороны, так сказать, позитивных героев. Заработал состояние. Как и очень удивительно. В Сибири, которую Сибирь он считает несколько русской Америкой. Правда, про это не говорится прямо вот так вот. Это страна, где можно хорошо зарабатывать, где определенная воля, и человек зарабатывает то, что он стоит. Этакий капиталистический идеал вдруг прокрадывается в такое очень раннее для этого в России произведение, что самому себе немножко удивительно. Вот. И они, конечно, сворачивают всю эту историю, несправедливости, Правдин, и крестьяне становятся государствами, их прижимают. И что удивительная вещь. В отличие от западной классицистской литературы, не классической, вообще литература классическая, мы так привыкли говорить, классическая только Греция бывает с точки зрения искусства. А литература фанвизина и до Пушкина была, и вообще культура классицистская. Изм — это некая переработка. Всегда в искусстве, то есть есть классика греческая — классицизм, есть коммуна — коммунизм. Это всегда переработка. В европейском классицизме, если уж зло наказано, так оно наказано. А тут появляется очень русское качество литературы. Мы ее жалеем в конце. Потому что она все-таки любила кого-то. Она любила этого своего митрофанушку-недоросля, который тут же сказал, бросил ее и сказал, ну, мамка, поскольку ты оказалась такой, да мне и, как он говорил, мне всю ночь какая-то гадость снилась. Он говорит, а что же тебе, дорогой, снилось? То вы папенька, то вы маменька. Понимаете? И в конце звучит нота жаления. Фанвизин был обласкан. Мы делаем следующий временной шаг. Я, видите, я буду идти быстро, никаких особо литературических открытий, потому что время. И следующий шаг — это путешествие. Я буду тут сокращать путешествие из, собственно, по этой дороге, по которой мы с вами ездим, из Петербурга в Москву. Радищев. Если Фанвизин был обласкан, то Радищев, после того, как рукопись, срок, где он ее закончил, и в местном каком-то таком самоздате ее опубликовал, это 90-й год. Если где-то ошибусь, сразу хватайте меня за руку. Он получил переговор, а именно высшее мерное наказание — расстрел. Но императрица его заменила на пожизненную ссылку в Сибирь. Опять ту же. Сибирь постоянно маячит, с одной стороны, как земля, русская Америка, вольница, какая я хотел бы видеть Столыпин, а с другой стороны, и в советское время строители братской ГЭС, а с другой стороны, место ссылки и страдания. Что мы видим здесь? Конечно, уже никакой правды сверху здесь не ожидается. Он движется по этой дороге. Ему встречаются разные. Купец, который занимается фиктивными банкротствами. Удивительно, как это уже существовало. Абсолютная развращенность народа. Но при этом, я хочу сказать, есть такая итальянская техника эпохи Возрождения с Фумато, где мы видим все как бы в дымке. Удивительно, что литература существует таким же методом. Повествование о людях, когда он на этой телеге, иногда на повозке, иногда в карете движется по этим просторам, народ все равно остается, он уже выдергивается из него персонажей, в отличие от этого произведения, но он все равно находится в сфумато, все равно как бы в дымке на фоне размышлений самого Радищева. Вот он движется, и мы встречаем некого нищего, героя войны, который не принимает от него рубль, потому что слишком много, такие героические персонажи, семинариста, который рассуждает довольно глубоко, абсолютно развратных крестьянок, которые готовы спать с кем угодно, лишь бы барин был, и чуть подороже, и редкие явления, наоборот, очень высоконравственных людей. Мы видим такие очень русские качества, где натяжение между разбойничьим скиту, разбойничьим пещеркой и монастырем, то есть середины нету. Мы уже видим, мы видим некого француза, который решил наняться в армию, во флот, потому что он чуть ли не в розыске у себя, вот, такая чувака какая-то, вот, и вот такие вещи. И везде, конечно, он против, он говорит с крестьянами, и что удивительно, что потом будет не появляться, крестьяне, нету никакого особого там такого крестьянского смирения, которое он нам описывает, даже позже. Они не любят эту власть, не любят это свое бытие, и проклинают барщину, разница между оброком и барщиной. Это примерно как между прозрозверсткой и продналогом. Оброк ты платишь, как бы, часть своего урожая выращивая. Барщина ты мало того, что плачешь, ты, собственно, работаешь на полях в качестве, ну, невольника, да, вот, и у тебя, в общем-то, нет времени на то, что тебя кормят, а именно свой огород. То есть тебе в своем огороде надо, видимо, по ночам копошиться, а труд тяжелый, у тебя даже на это сил нет. Вот. Удивительное явление он описывает, когда люди хотят уйти в рекруты, например, чтобы барыня его не женила на своей случайно залетевшей от ее же сыночка любимице горничной, например. Ну, там куча всего такого. Конечно, Екатерина это восприняла как поклеп, а он действительно ехал этим путешествием и все записал, потому что он человек был очень пунктуальный и все это выложил. С обширными рассуждениями о Ломоносове, естественно, читать совершенно невозможно, даже не пытайтесь. Это как индийский Упанишады. Есть неоиндуисты либо ученые европейской традиции, которые нам их изложили. Если сами мы считать будем Упанишады, довольно быстро наша психика может пошатнуться. Мы с вами пойдем дальше, пока идет эта пунктирная линия. И тут дальше я вам вдруг скажу очень странную, предложу очень странную фигуру, которая совершенно может быть неожиданной. Мы говорим, что до Пушкина это пунктирная линия. Следующим у нас будет Денис Давыдов. Я вам хочу сказать, он написал немного, но в чем-то это очень талантливый человек. Потому что все, кто писали до Пушкина, писали Жуковский, переводящий или Аду, они писали таким высокопарным, чуть не гигзаметром, либо высокопарным слогом европейского классицизма. Денис Давыдов же пишет очень просто. Ну и в грозах войны, еще на поле брания, когда погас российский стан, тебя приветствуют с огромнейшим стаканом, кочующий в степях нахальный партизан. Все просто. Понятно даже нам. Тогда, когда читаешь сейчас стихи Жуковского, нужно открывать Лосева, либо энциклопедию, все эти ироиды, понимаете, инояды, и разбираться, вообще кто кому тетик, как говорил Станиславский. У него все просто. И мы замечаем у Дениса Давыдова, героя войны, гусара и партизана, казака, казака по службе и происхождению, типичную форму военной травмы, которая нам очень интересна для развития нашего общества. Та война, как и война Вторая мировая, Великой Отечественной, дала вздох на самом деле свободы и смысла. Потому что при фан-визе, вот в этой пунктирной линии мы начинаем видеть какое-то остервенение. Потому что, заметьте, здесь были самые мощные крестьянская война, по сути дела, гражданская Пугачева. Вот в месте нахождения вот этого имения она происходила, на самом деле. Примерно это было где-то там. И вот война 12-го года. Мы видим, что у Дениса Давыдова есть военная травма. Военная травма это не то, что мальчики кровавые, в глазах мерещатся. Чаще всего военная травма связана с другим, что там было много смысла. Особенно, если война большая и справедливая. А приходя в опошлившийся мир, это замечали все. Не только Ремарк или еще кто-то, даже последователи Гарибальди. Вот Италия получила свободу и тут же начала опошливаться. Последнее время все время время потребления, роста, радости и, в общем-то, пошлости. И Денис Давыдов это тяжело переживает. Он очень тяжело это переживает, пытается мельтешиться в Петербурге и там развивается позднее Александровское время очень сильная светская жизнь. Очень сильная такая она вся из себя утонченная. И он как-то толчется в этих прихожих, он даже не может защитить свою любовь, потому что он смешон. Конечно, с ним никто связываться не хочет на дуэли, понятно, с Денисом Давыдовым поди-ка, но при этом он вызывает скорее усмешки. Он устарел как воин в этой послевоенной светской жизни. Он начинает теряться и уезжает стареть в свое поместье, покуривать свою длинную трубку и так далее и тому подобное. Но он очень хорошо описывает, если кто-то посмотрит его короткие стихи, вот эту нарождающуюся очень активно светскую жизнь Петербурга. И у нас складывается ощущение, когда мы читаем, это уже будут немножко другие годы, вот у меня оно прямо сложилось, что где-то в этой толчее прихожих, на балах, тусовках, Денис Давыдов нет-нет-издали пересечется с одним известным светским персонажем, с которого мы начнем уже более, это примерно послевоенное время, да, где-то 1800, может быть, 20-е, да, примерно, это наш любимый Онегин, он не Евгений, вот, примерно, Пушкин его писал 30-й, 40-й год, наверное, следовательно, замысел был раньше, вот, что мы видим, Евгений Онегин, для развития русской жизни, все, естественно, сначала это будет довольно скучновато, потому что я вам говорю о вещах, которые все вы знаете, мы видим, во-первых, не так-то плохо Онегин, на самом деле, этот человек, конечно, скучающий, конечно, он, все такое, но, по сравнению со следующим героем, я забегу вперед, это будет герой нашего времени, собственно говоря, Печорин, Онегин, видите ли, приехав в деревню, заменил барщину Аброком, а родители, Татьяна, такие прекрасные и прочие, не заменили, и почему девушки крестьянские пели, собирая им ягоды, чтобы ягоды они не жрали, для этого они пели, да, и ни Татьяне, ни им не приходило это на ум, вот, а Онегину пришло, и он плакал над трупом Ленского, Печорин же над трупом Грушницкого, и слезы не пролил, убил, как собаку, подумал, ну, бывает сегодня, кстати, шампанское пока не согрелось, пойду домой, примерно так, это не цитата, вот, и Абель, брошенной, чеченки, собственно говоря, которую, я не знаю, что с ней сделают после этого чеченские, скажем так, по тому времени, можно сказать, боевики, может быть страшно представить, он тоже не задумывался, Печорину на это было плевать, а Онегину нет, Онегин выглядит чудаком и гуманистом, на самом деле, человек, что называется, с душой, вот, и очень приятно, я перечитывал это, вчитывался, крестьяне по-прежнему почти не видны, вот, Пушкин почему-то симпатизирует родителям и стороне Татьяны, читая Евгения Онегина, почему-то симпатизирующий Евгения Онегину, хотя, может, Пушкину были разные мысли, я точно не знаю, и вот, когда он в конце уже бросает, Евгения Онегина оказывается в Одессе, уже сам Пушкин рассказывает потрясающе про вот этих устриц, которые заводят, когда они их едят, пьянствуют в Одессе, на черноморских этих местах, Таврида, а счет ресторана угрожающий растет, именно примерно оттуда начинается действие героя нашего времени, который говорит о чуть более поздних временах, это Лермонтов у нас, герой нашего времени, Лермонтов, чуть-чуть, вот тут мы чуть-чуть сдвигаемся по времени, точные годы, трудно сказать, это Кавказская война, примерно вот где-то здесь мы, вот мы чуть-чуть сдвигаемся по времени и мы видим развитие этого времени, Печорин куда более злой и отчаивающийся персонаж, можно так сказать, но при этом начинает появляться народ, начинает появляться не только горцы, восставшие, не только жулики, осетины, начинает появляться казак, который зарубил офицера, начинают появляться контрабандисты, начинают появляться какие-то девицы из народа, денщики, как будто бы и вот здесь народ начинает, ну, простой народ, не только дворяне, не только военное слово, дворян, либо не военное, гражданское, начинает появляться ее голос, я буду следить за временем, потому что мы только начали, а время-то неумолимо идет, вот, и тут мы с вами оставим на время героя нашего времени, извиняюсь, тавтологию, поскольку тоже все изучали, все помнят, все помнят о его жизненном пути, о его абсолютно такой демонической холодности и, в общем-то, красоте. Мы все это знаем, все слышали. Это потрясающий персонаж, но совершенно холодный. И перемещаемся к автору, который расскажет нам о всех временах, я думаю, начиная с 30-х, примерно с 40-х, до, я бы сказал, наверное, год, наверное, 56-й. Я долго копошился, и по некоторым смутным ощущениям примерно так, ну, 1800, да, мы помним тот год России, да, 61-й, ну, 60-й, 62-й примерно, да, это отмена крепостного права, когда началась по реформе на Россию, совершенно другая Россия уже. И вот это вот время нам все заменит трилогия, она на самом деле не совсем трилогия, потому что трилогия чаще всего, просто мне слово нравится, и его так, правда, называют, наверное, тоже другие, кому-то слово нравится. Это когда мы можем с вами видеть героев, которые путешествуют в этой трилогии, те же самые персонажи. Здесь, конечно, нечто путешествует уже, это Гончаров, да, Гончаров. Вообще, если кому-то хочется начать вести себя очень достойно, с достоинством, стоит читать Гончарова, это, наверное, самый изящный язык в русской словесности, и, правда, вы будете, начнете выглядеть довольно смешно, вы начнете всем уступать место в метро, и странно вообще себя вести, может быть, даже опасно для вашей карьеры немножко. Первый его называется «Обыкновенная история». Обыкновенная история. Она кажется немножко детской, она, кажется, немножко детской, он действительно, это была его самая ранняя история, но в этом ее приятное ощущение. Коротко сюжет, потому что это уже, может быть, менее известное произведение. Молодой барин, Саша Адуев, приезжает в Петербург к своему дяде, куда его отправляет его мама. Мама абсолютнейшая помещица, но добрая довольно, и она, то есть, до такой степени, что дядя граф, который занимается финансовыми определенными вопросами, может быть, на бирже, уже существовали, по-моему, и она просит, чтобы граф укладывал его спать, а также платок закрывал рот, чтобы мухи не залетели. Конечно, граф в шоке от такой просьбы. и Адуев находится в обществе Санкт-Петербурга, постепенно в нем разочаровываясь, будучи таким сельским юношей, сыном латифундистов. То у него там с любовью что-то не получается, то друзья, которым он вырос, видят его, еле с ним здороваются, то еще что-то. Он в этом разочаровывается, возвращается в деревню, но хватанув столицу уже, в деревне ему, я очень грубо говорю, в деревне его уже происходят определенные драматические перипетии, и он обратно возвращается в Санкт-Петербург настолько озверевшим, настолько жестким, что даже граф с его молодой женой тому изумляются. В общем-то, мы тут впервые с вами сталкиваемся немножко с другим Питером, где вот это вот, пока система нашего сельскохозяйства сельскохозяйственных помещиков чувствует себя хорошо, можно сказать, еще в этой истории она чувствует себя хорошо. Пока это нормально, пока они экономически даже как-то работают, и в обществе нет никаких вопросов по этому поводу. Хотя уже появляются люди, которые не просто за счет наследства, а граф, который занимается определенными финансовыми операциями на рынке, возможно, ценных бумаг, и уже все больше и больше начинает звучать сословие именно чиновников, кто сколько может получать, сочинять и так далее, подобное, что потом пойдет с Квозняком через русскую литературу. Время начинает меняться, время начинает меняться, и скорее в последней части трилогии появятся очень интересные точки изменения этого времени. Вторая же часть, это, естественно, величайшее произведение Обломов. Вообще, на мой взгляд, Обломов — это абсолютнейший шекспировский размах. Это потрясающее произведение по своей драматической структуре, где мы, встречая, ну, как по словам Штольца, Обломов — это человек, уст которого не коснулось ни одно слово неправды. При всем его совершенно несостоявшемся, совершенно как бы в безвольном виде это человек абсолютнейшей чести и честности и, в общем-то, ума. И что удивительно, мы всегда знаем, протагонист — антагонист, герой и антигерой. И тут удивительная структура, что антигероем или героем кто как захочет, главного героя Обломова антигероем является его лучший друг, который желает ему только добра, это вообще очень редко в мировой литературе, и тут русская литература начинает применять свойственный ей глубокий психологизм. То есть Штольц собственно говоря в чем-то является губителем Обломова, хотя бы он сам погиб по себе, но его же и спасителем. А любовь есть любовь героя, она переходит к антигерою, в конце мы путаемся кто герой, кто антигерой. Но когда он свою Обломовку приезжает, где-то вдалеке находящуюся, мы, конечно, можем сказать, что мы видим уже начало загнивания этого строя, начало его определенных кризисов, у него ничего не получается, и что удивительно, первый раз появляется Штольц смеется над Обломовым словом барин. Понимаете, слово барин начинает быть смешным. А кто такой Штольц? Когда отец ему сказал, ты всегда у меня оталчивай, немец, отец его, всегда у меня одалживай, когда хочешь, он сказал, я у тебя одолжу только тогда, когда у меня у самого будет свой собственный доходный дом. Штольц это представитель финансового, ну, будущего капитала, хороший такой делец, очень организованный человек, будущий капиталист, пока только будущий. мы знаем, что Обломовым гибнет, у него два там или три последовательных инсульта происходят, вот, он теряет свою любовь, она переходит в руки Штольца, и потом Штольц с этой Оленькой воспитывает сына Обломова. И как будто с Обломовым снимается некий пласт. Гончаров не специально, не случайно, вот это вот такой очень добрый, мягкий барин, которого его, собственно, слуга, вот этот смешной, который каждый раз, когда тот его зовет, слышится как будто ворчание собаки с печки, и на любую просьбу Обломов он начинает проклинать свою жизнь от его слуга, но когда умирает Обломов, тот берет на себя подвиг странствия для отмаливания грехов своего святого барина. То есть, вот такие еще очень старые и красивые черты мы видим в этом уходящем, их видит Гончаров, который был певцом, последним таким масштабным певцом сельской помешичей России. Он ее хорошо знал, сам был из этих кругов и прекрасно понимал, что происходит. Тургенев тоже, но в меньшей степени. И, наконец-то, следующее, с очень красноречивым названием Обрыв. Вот тут начинается самое интересное. Вы знаете, в Обрыве намечена будущая история России. Там есть некий человек, главный персонаж райский. Ну, естественно, любовная история. Райский такая протоинтеллигенция его называют. Человек, безусловно, талантливый, у которого ничего не получается. Он хочет написать книгу, долго размышляет, он готов пожертвовать собой ради кого-то, он очень умен. Ну, вот чеховская история. Он то ли у него воли не хватает, то ли не везет, то ли он слишком утончен, то ли настолько он не допускает ни грамма пошлости, что он не действует. Вот. Есть как Наталья Марковна, господи, забыл, старая бароня, тоже справедливая, такая железная. Татьяна Марковна, спасибо. Я вижу по вашим глазам, что вы все знаете. Вот, Татьяна Марковна, вот, такая несколько железная бароня, которая, я знаю, многим нравится, мне нет. Вот. Но справедливая по-своему. Есть Марк, товарищ райского, в котором мы видим черты будущих нигилистов. Пока он выглядит немножко странным. Он под надзором полиции, а скорее хулиганом. Но это пока. В скором будущем эти люди станут, займут умы российской молодежи и всего общества. Пока ему даже и слова особо не дается. Он только немножко где-то посмеивается, хулиганит, сидит там на плетне и так далее, и тому подобное. И самое главное, вы мне сейчас будете помогать, я понял. там есть абсолютно такая парочка молодежи, каких-то совершенно нарисованных ангелочков, простеньких. Подруга Марка ее звали. Не важно. Бог с ним. Вот. Верочка, да. Верочка. Она влюблена в Марка, но она не идет за ним. Все-таки ее, мне показалось, это очень интересно. Вот ее гендерное поведение совсем не то, которое будет через какие-то 20 лет, а то и 15. Поскольку, видите ли, ее воспитание, традиции, то и все, она не готова идти за Марком туда-то черт знает куда. В общем-то, за протореволюционером. Совсем скоро настанут времена, когда, знаете, картины из «Смертного доволки», когда эти девушки пойдут куда угодно и сами возглавят террористические группы и будут показывать совершенно чудеса отваги и решимости и преданности своим революционным вожатым, своим иногда любимым или просто руководителям дичей, да просто да черт знает кому, неважно даже кому. Так вот, мне показалось интересным, что вот пока этого не случается, она остается в рамках своей традиции, в результате чего выходит за богатого лесопромышленника, живущего на той стороне реки. А борт реки этот обрыв и обрыв появляется неким таким туманным предлагаемым обстоятельством действия, говорил Станиславский. Он присутствует вечно этот обрыв, они как бы балансируют около этого обрыва и этот обрыв на самом деле постепенно приближается, но туманно, пока он не чувствуется, этот обрыв. Ну, абсолютно потрясающее произведение, которое намечает нам действующих лиц тогда, когда Гончаров, ну, я уж не говорю о каких-то политологах, это люди, которые все знают после того, как все произошло. Их предсказания обычно такие. В данном случае он гениально, почти пророчески намечает те персонажи, которые будут в будущем решать судьбы этой, так сказать, огромной территории под названием Россия. На мой взгляд, лично мой взгляд, это было очень интересно как начало вот этого появления вот этих вот тайных токов в русской жизни. И тот же самый Марк, пока он немножко смешон там, на мой взгляд, пока он неубедителен, он приехал из города и то-се, то-се, то-се. Это примерно где-то вот ближе вот к этим годам, но прямо впритык к отмене крепостного права мы переходим к вам следующему произведению. Это, конечно, «Отцы и дети». Где Базаров? Символ вообще нигилистов наших. Как будто бы он мог знать вот это ощущение меня не покидало Марка и быть его младшим товарищем там, где-то, где они учились. Базаров абсолютно нигилист. И я вам хочу сказать, что вот эта линия нашего нигилизма, она не изменилась. Когда вы смотрите Базарову, вы включаете Александра Глебовича и Невзорова, у вас ощущение, что он просто перевоплотился. Абсолютнейший нигилизм, оскорбление всех. Естественно, он оказывается, как вы знаете, у своих старых родителей. Даже есть такая картина «На могиле у сына». Это написано под впечатлением этого произведения. Мы знаем с вами, что Базаров погиб, неаккуратно оперируя крестьянина, умершего, по-моему, от холеры. Нет, от типа. И что удивительно, что в будущем будущие нигилисты, хотя совершенно другие, именно ТИФ будет основной причиной смертей в революционную эпоху революции и гражданских войн в России. Есть такое мнение, хотя посчитать, конечно, сложно. Ни ВЧК, ни Белый террор, ни что-то еще, а именно ТИФ. ТИФ выкашивал армию, ТИФ выкашивал все такое. До испанка нас даже не дошла. Видимо, ТИФ ей сказал, «Не, это моя территория». Отцы и дети, да? Отцы и дети стоят в стык с предреформенной Россией. И, конечно, тут мы видим абсолютнейшее ослабление вот этого, как бы, помещичей России и ее некую, вот что я увидел, беспомощность передать новыми людьми. Они как будто стесняются, они как будто беспомощны, они как будто растеряны перед нигилистом Базаровым, который собирается резать рягушек, ни во что не верит и погибает, собственно говоря, у них на руках от неудачно произведенной операции. Это, по-моему, был Тихо Николера, да? Тихо. Это безусловно. Да. Он, ну, то, что духовные причины возможно этому таковы, но я, видите, изо всех сил пытаюсь удалиться от у нас разные мнения. Я всячески избегаю из политических оценок. Лично мои убеждения близки к левым, лично мои, да? Не то, что я марксист, но они близки к левым убеждениям. Но я всячески избегаю этих моментов, потому что, вы знаете, хоть и при том, при всем, что я человек верующий, в общем, церковный, но при этом левых убеждений. Бывает и такое, особенно в Латинской Америке почему-то. Вот. У нас в церкви были такие евангельские группы, там сначала запрещали говорить о политике, потому что люди бросали все и готовы друг друга задушить. А теперь, а политику уже задушили, разрешили, теперь о вакцинации запрещено, потому что ваксеры с антиваксерами, ну все, алис капот. Понимаете? Бывшие политические готовы помириться, но эти никогда. Поэтому. Особенно интеллигенции, да. А потом она доводит всех до цугундра. Я как бы левый, но не то, что прям я хожу с портретом Маркса. Не против ничего. И на самом деле вот эти нигилисты, мы часто видим их в России, они идут. Есть эпохи, когда они исчезают. Это эпоха жестких диктатур, а также эпоха бардака. В 90-е, либо гражданскую войну, нигилистов нет. Ибо ходить, разглагольствовать вот так вот и пугать всех, как Александр Глебович, он таким не был. В 90-е он был другим. Потому что было просто, может быть, опасно, может, время настолько бурное. Во времена революции тоже нет. А вот когда некая империя, особенно если она какие-то традиционные ценности пытается что-то, тут самая почва для наших нигилистов. У меня у самого есть такие, и у всех они есть, друзья в Фейсбуке, такие отрицающие все, гордые нигилисты. И Базаров на самом деле гений. Тургенев о том, что он очень хорошо описал этого человека, который тогда был символом поколения, но так он до сих пор как бы жив среди наших с вами общих знакомых. И примерно такие же отношения. И вот тут началась реформа. И удивительное дело, именно саму реформу, я убился искать произведения, которые описывали бы саму реформу. Может быть среди вас литературоведы, которые будут со мной не согласны. Но в результате долгих изысканий я нашел только одно произведение по куче косвенных улик, которое очень близко к реформенному времени. И мы с вами перемещаемся теперь в города, что нормально, потому что реформа спровоцировала исток не только крестьян, но и разорившихся помещиков. И активную урбанизацию. И я буду всячески защищать в приватной беседе, иначе у нас это превратится не пойми, что сейчас. А время-то идет, понимаете. Нам нужно, чтобы время России нас не перегнало. Униженные и оскорбленные Федора Михайловича, конечно, Достоевского. Как говорится, Достоевский и ФМ это не радиостанция, кто-то пошутил. Вот, да. Униженные и оскорбленные. Что мы видим в этом произведении? Во-первых, мы видим потрясающие отсылы. Достоевскому очень нравился Диккенс. А был такой, я даже преподавал его, Михаил Чехов, тренер актерского мастерства, который считал, что только два человека, два писателя пишут как актеры. Это Диккенс и Достоевский. Про Диккенс ничего не могу сказать, что имел в виду Михаил Чехов. Я так этого и не понял. Но Достоевский, я хочу вам сказать, как актер, и правда пишет как актер. Он правда пишет как человек. Его корявая речь это просто, ну как бы так говорили. Просто, видимо, долго не правил. Вот. Униженный и оскорбленный, да, сюжет, описывать сложно. Легче прочитать. Ну, очень пронзительное произведение. Там даже есть вот эта английская семейка, это гибнущая девочка, да, папа, который не простил ее мать, даже чего она не погибла, чего она погибла. Есть уже некие богатые, которые любят разные новые идеи, которые пока только бродят. Город, разорившиеся помещики, собственно, они, в результате определенных махинаций, являются главными действующими лицами. Описывающие все это, главный герой, назовем мы так, журналист, да, вот, который заболевает, но, соединяя все сложные перипетии, вот эту семейку ему удается спасти. Естественно, некий сексуальный скандал, извиняя, присутствует, Федор Михайлович всегда так, что-то на грани преступления. Они уезжают в Пермь и тем спасаются. Пройдут, так сказать, десятилетия, десятилетия, и доктор Живаго тоже попытается спастись, потому что Юрятин на нерве, это тоже Пермь. Они уезжают, а из Перми будут хотеть переехать три сестры, не знаю, почему Пермь таким знаком оказывается. Вот, они уезжают в Пермь и спасаются, а этот спокойно, в чем сила, он спокойно умирает, как солдат, который остается автоматом на перевале, и смерть не имеет о нем власти, потому что он точно знает, что свои ушли. Вот, я знал одного такого воина-интернационалисту, он в результате выжил. Вот, он описывал это ощущение. Вот это же ощущение нас преследует в униженных и оскорбленных. Абсолютно европейская традиция вот этого растущей, не побоюсь слова, агломерации Петербурга, что есть у Диггена, у Лондона, где начинает страшное бурление вот этих униженных и оскорбленных, роскоши, имущественных отношений. В общем-то, Федор Михайлович переносит русское общество, его действия в сторону города. Мы покидаем деревню практически навсегда. Мы еще вернемся к ней немножко совсем. Но, в общем-то, как деревню, мы покидаем ее и на какое-то время мы перемещаемся. Ничего Достоевский не говорит нам о реформе. Но, на мой взгляд, очевидно, что речь идет именно о первых, самых первых вот этих годах униженных и оскорбленных. И время начинает развиваться очень быстро, потому что вот в последующем произведении я ставил спектакль и играл в нем. Это чуть-чуть позже. Преступление и наказание. Я думаю, это примерно 65-й год. Вот так даже. Если вы будете внимательно читать, вы увидите, во-первых, на фоне роста города. Срединная улица, Санкт-Петербург, которая сейчас вполне такие респектабельная, это место ремесленники, леса, цеха, кирпич, пыль и звездка. Это особая вонь, хорошо известная каждому петербуржцу, не имеет возможности нанять дачу. Нищета и очень странная идея. У Раскольникова не ближе к Ницшеанским, который владеет тюмом. А уже те помещики, которые были разорившимися, но еще не потерявшими, чего-то такого, да, униженных, оскорбленных, преступления, наказания, Катерины Ивановны, Мармеладов, это дворяне же, они уже предстают совершеннейшим дном перед нами. Вот. А те, кто зарабатывает, уже не за счет крестьян, а за счет лужин, каких своих махинаций, либо каких-то определенных вещей. Вот. Кстати, Достоевскому непонятно, куда берутся деньги, но зато, когда они берутся, он каждую копейку считает. Ну, потому что сам всю жизнь так жил. Вот. Он хорошо разбирается именно вот. Вот финансы. Появляется в русском обществе важность каждой копейки рубля. Откуда-то взявшегося, но все-таки. Потому что у этих до это было не так важно. Вот. И мы видим рост городов, во-первых, продолжающий рост расслоения, странные идеи и рост городской нищеты. И на самом деле все более и более целеустремленных людей, которые ближе к концу. На самом деле прием преступления и наказания потрясающий. Как я его решил к режиссеру, многие могут спорить. Если мы читаем, мы вдруг удивляемся, что персонажи преступления и наказания выписаны немножко как будто бы намеком. Кроме Раскольникова. Это прием, который использовал Шекспир в Гамлете. Потому что главный персонаж один. Собственно, здесь у нас растет и цветет наше родное направление мистический реализм. В Колумбии магический реализм, у нас мистический. Где мистика связана с мысль с дрогом Раскольников, мысль пришла на ум в грозном, незнакомом виде. То есть начинает мистический реализоваться мир ангелов и духов. Мир некий демонов, подсознание, что в принципе вполне в европейской традиции, говоря про подсознание, хотя рано о ней говорить, еще до Фрейда далеко. Но вот именно мистическая часть, конечно, расцвела у Гоголя, у Достоевского, она присутствует. Он недостаточно может быть не смел, он очень реалистичен, он очень сомневается, чтобы ее прямо вот так раскрывать. Но все-таки она есть и она действует. То есть в этом плане я слежу за временем, нормально все у нас идет. вот она как сказать ощущение, что герой один, а вокруг него весь мир против него, в том числе, возможно, внутренний мир и неосезаемый. И вот этот неосезаемый демонический мир я бы дальше посоветовал выстроить в эту цепочку следующее произведение, вы, наверное, все уже догадались, ни в коем случае не брать Карамазовы, а именно бесы. Это прямо в преддверии 70-х годов. Даже 70-е, по-моему, что-то в этом роде. Я, видите, перестал смотреть на свои записки сумасшедшего. Напомню вам, о чем речь. Ничего ли я не пропустил. Достоевский создает потрясающую лабораторию. Он берет и все нарождающиеся вот тут и вот тут, что мы видим немножко революционные тенденции, которые очень быстро развиваются. Тогда это было движение просто народовольцев. Он помещает в лабораторию маленького города. Он не описывает вообще. Это было ему навеялось убийством, нечаевым убийством студента Иванова, которое на Петровско-Разумовской произошло. И он его помещает в город, это, видимо, Великие Луки, в который он помещает бывшее дворянство, бывших либералов, как мы их сейчас называем, да и тогда так называли. Немножко высмеивает Ургенева, они с ним не ладили. Помещает Ставрогина, тоже дворянин, но который просто не буду долго описывать. По этому поводу люди издают самому миру не вместить этих книг, сколько об этом написано. И помещает вот этот революционный вихрь. Но в лице Верховенского иногда угадываются черты Владимира Ильича Ленина по изяществу исполнения вихря. И что самое удивительное, пророчество вот этого революционного вихря у Достоевского практически все осуществившиеся, если мы внимательно читаем. И мало того, Шигалев, да, он произносит то пророчество, которое сам Достоевский произнес, но не подумал. Главная наша цель не социальная революция, ни в коем случае не социальные потрясения, а в будущем после них снижение психической жизни населения. Вот. Как бы снижение психической жизни, мне кажется, это немножко то, что мы стали наблюдать в эпоху послевоенного постмодернизма. Это очень смелая версия моя. Вот. Это как результат социальных потрясений. Чтобы людям было мало, чтобы они были маленькие, тихенькие, им было легче управлять в результате каких-то более масштабных штук. Вот тут мы с вами выстраиваем бесов. Бесы этот город наводят там шухер, вы знаете, да, и пожары, и то, все читали и уносятся. Опять же, в таком же вихре. Ставрогин заканчивается жизнь самоубийством, причем встречается вот с этим священником, которого, как ни странно, зовут Тихон, так же, как патриарха Тихона, встретившего революцию, да, вот. И заканчивается жизнь самоубийством, вспоминается девочка, которую он погубил или совратил, по одним данным ей 14 лет, по другим 10. У него там в рукописях была. И она, как грозный обличитель, как будто Архангел Михаил стоит за ее спиной, такой почти эсхатологический обличитель, и он не выдерживает и кончает с собой, как когда-то Иуда Искариотский, да, вот. И мы с вами подходим к 80-м годам, это 70-е годы где-то, потому что время вот этого бурления революционного на какое-то время останавливается, поскольку наступает время, вот эти гибниты Александр II, мы с вами знаем, да, по реформенной России делают очередной поворот. Наступает время 80-х, и мы с вами переходим к воскресенью. Да, это у нас Лев Николаевич Толстой, да. Очень интересное произведение с точки зрения нашей с вами истории. Конечно, Лев Николаевич не стесняется двигать там проповедь, внутри чего себе не позволял Достоевский. Мало того, взять в качестве своей проповеди переписать главу Евангелия со своими комментариями, ему это ничего не стоит. Достоевский, будучи очень евгельсическим человеком, даже на цитаты не позволял. А тут вот так, все. Но, удивительное дело, мы видим триумфальное пришествие капитализма в Россию. Вот в 80-х, я допишу, это уже меняется, 80-е, 19-го опять же века, мы видим костюмы троечки, мы видим суды присяжных. Казалось бы, совсем недавно, о чем мы говорим, вот это еще выглядит очень старомодно, какие-то князиографы тот написал, тому суды присяжных, роль адвоката в уголовном деле, даже этап, видите ли, едет на поезде, понимаете, в том числе с политическими. Вот это вот, Катенька Маслова, совращенная этим, который потом раскаившись, главный герой, он, собственно, едет с ней попытки как бы как-то исправить ситуацию, грубо говоря, но не получается, уж Катя Маслова от него отдаляется, ей милее, так сказать, политические, среди которых злобные, хитрые, сволочные, а есть очень светлые люди с точки зрения, так сказать, автора. Но удивительно, железные дороги, адвокаты, суды присяжных, костюмы, понимаете, проституция. И что, я думаю, Толстой в этом разбирался, что меня поразило, это вот это все развивается, а крестьянство как будто остается примерно те же. То есть, когда главный герой пытается крестьянам дать какой-то больше земли и прочее, они недоверчиво думают, это похоже, что разводняк, слишком хорошо, и не идут на эту сделку с ним. Мы знаем, что реформа не дала земли, что самое главное. Он пытался исправить конкретно в своем имении. Мы видим, что разоряются наши латифундисты и появляются более жесткие уже управляющие, которые покупают землю, ее сдают в аренду и так далее и тому подобное. Толстой это хорошо очень описывает. И все-таки мы видим, что крестьянство ничего не понимает, но там есть маленькие интересные моменты. Когда крестьяне перемещаются в маленький городок, становятся мастеровым, как будто бы появляется намек на появляющуюся силу, которая, в общем-то, возьмет в чем-то в свои руки будущее России в скором времени. А именно, крестьяне, появляясь там, ставь мастеровым, где-то, в каких-то мастерских, там небольшой намек на это, тут же преображается. Это пролетариат. Ощущение, что вот там начинает звучать еще пока не голос. А вот где такая заря пролетариата? Вот. И мы на время оставим это, вообще, ощущение абсолютнейшее в развитии русского общества, читая это произведение, при всей критичности Толстого, отношения к церкви, к власти, вообще к государству в целом, его влиянии. Хемингуэй, по-моему, сказал, что если бы был жив Лев Толстой, Первой мировой войны не было бы. Такое было влияние у человека. При этом мы видим довольно респектабельное европейское общество, что очень меня вообще удивило, когда я все это перечитывал, собирал. И тогда у меня появился смысл, как оно так быстро деградировало, собственно говоря, к началу века. Это меня очень удивляло. И следующее произведение, которое куда менее известно, это поединок Куприна. Очень рекомендуем. Это были 80-е. Это 90-е годы 19-го века. Так вот, совершенно другая картина. И, конечно, субъективность. Его ценил и Горький, и Чехов, и так далее, и тому подобное. Куприн знал, о чем писал. Это жизнь маленького гарнизона где-то на западной Украине. Место населения тоже так болтается. Вот эти евреи несчастные, которые дают суд офицерам, а те их бьют и отнимают у них еще то, что плюс. Вот. Абсолютнейшее свинский быт офицерства, абсолютнейшее бесправие солдата, вот, но которому уж дается внимание. Вот. И что мне показалось, конечно, еще много времени до революции, что в офицерах, описанных, там есть некий человек, живущий отстраненной жизнью, другой собиратель каких-то любитель биологии и так далее и тому подобное. Вот. Но вот именно свинский быт этого гарнизонного городка, который совершенно уже не похож на те отношения между офицерством, пусть даже критически описанные Лермонтом, но это уже ну как бы совершенно не похоже. Вот. И вы знаете, я когда, чтобы мне не ошибиться, когда читаешь, вот допустим Ромашоп, да, вот этот юноша, которого, собственно, погубила эта дама, как ее звали, да господи помилуй, да, который подставил его под дуэль, чтобы его убил ее муж, собственно говоря, ни за что, перед отдавшись ему на губе, чтобы было за что, совратив его и попросив его, что он погиб на дуэли, потому что ее туповатый муж, при вхождении в Академию Генштаба, дуэль была бы плюсом. При Александре Третьем они поощрялись. Ну то есть еще та змея. Вот. Но этот милейший человек Ромашов, он мечтает прославиться. Он мечтает прославиться и в снах что ему снится. Ему снится, как он со своей ротой расстреливает выступления рабочих. Вот так он мечтает прославиться. так сказать, перед царем и отечеством. И мне кажется, что понятно, когда читаешь это, становится понятно революцией, когда читаешь о быте этих солдат. Какой-то американский при встрече с русским флотом где-то в 908 году он удивился жуткой тюремной дисциплине в недрах русского флота. он служил в американском флоте. Чьи-то воспоминания. Вот. И, может быть, смотря на этих офицеров, уже близких к 20 веку, почему-то чудится кто-то, работающий потом в генштабе РККА, а века гамалов может быть вполне каким-нибудь атаманом на Украине, либо зеленых, либо белых, а то, может, и полукрасных. В этих лицах начинает прослеживаться история России кровавая, интересная, которая настанет в начале 20 века. В этих лицах этих офицеров. Что очень интересно. Ну вот мы с вами заканчиваем 19 век и, как ни странно, самое начало 20 века, после такой жесткой литературы, как поединок, вот, безнадежный, я бы обратился... Сколько времени нас допередало? Еще дайте пять минут. Вишневый сад. Вы знаете, когда читаешь Вишневый сад, когда-то в молодости он меня не воодушевил. Во-первых, я не понимал, почему комедия. Я до сих пор не понимаю и никто не разгадал. Кто бы не ставил. Но меня поразило, что по прочтению этого произведения, которое короткое, Антона Павла Чехова, оно читается на одном дыхании, остается ощущение света и легкости. Совершеннейшего света и легкости. Мы с вами знаем, что это уходящий класс, что они, вы знаете, его очень любят в Японии, потому что гибнущий феодал, который не принимает подачек ни от кого, а смотрит на отцветающую Сакуру, ну, собственно, на очень японское произведение, даже ощущение, что оно должно быть в японской графике. Либо, возможно, есть мнение, что импрессионизм как движение не имело последователей вне живописи. Может быть, Дебюси в музыке и, может быть, немножко у Чехова. Это некий такой трепет, лепет-трепет Бузина, где Осина, где Альхана, как у Кибирова. Это некий такой вот легкий мазок, это некое все время очень много солнечного света у него. И как-то очень Гаев даже, проедший свое состояние на леденцах, нам кажется необычайно красивым. И все главные персонажи этого уходящего класса, почему-то в Вишневом саде, вот этот уходящий класс с нами удивительное дело. Я абсолютно не поклонник всего этого слезы на березах, по Старой России. Он очень красиво с нами прощается. Руками, устами Чехова, который к нему никак не относился, а воровал рыбу в юности с базов, идущих по Таганрогу. Он, в общем-то, из людей, он не из дворя, не из помещиков. Они очень красиво с нами прощаются, уезжают в Париж, как будто бы готовить место для будущей русской миграции. Понимаете? Да, есть вечный студент, который запросто станет потом большевиком. Запросто. Есть вот этот старик, да, который остается сторожить их имени, несмотря ни на что, как будто оттуда, из каких-то вот этих вот времен. Понимаете? Вот оно как-то соединило, и так вот мило простилось с нами, и очень легко. Перед тем, как мы начнем, сейчас, наверное, просто перерыв, следующее время, мы начнем практически с революции 1905 года, романом доктора Живаго Пастернак, который больше событий, чем роман, больше Пастернак, чем проза, но, так сказать, поговорим об этом, немножко попрощаешь в первую часть вот этим вот легким таким ощущением. Оно правда очень легкое. Если у кого плохое настроение, советую просто провести вечер за вишневым садом. Знаете, это поразительно, это лучше любых антидепрессантов. Вдруг как-то все становится по-другому. Вот. На самом деле, самый спорный и тяжелый момент у нас начнутся с вами во второй части. Здесь пока все в программе. Вот. Поэтому 10-минутный перерыв. Кто захочет остаться, ждем через 10 минут. На самом деле, чуть-чуть я отстаю от времени, поэтому, может быть, мы задержим чуть-чуть, если нас будут не ругать организаторы. Вот. Следующее произведение, как я вам сказал, я сразу с места в карьер. Вот. Это доктор Живага. Произведение странное. Оно описывает, собственно говоря, в чем-то самого Пастернака. Да. Это типичная московская интеллигенция, не питерская. Вот. Это были все-таки другие. Смотрите, насколько сильная такая почвенная Цветаева и насколько утонченный серебряный век петербургский. Он тоже ближе к Цветаевой, да. Ты в погодке душей дождей и бед, как Гомер в гигзаметре, писала она ему. Вот. Это путь растерявшейся интеллигенции, да, метущейся интеллигенции среди народу и отделений падений, как в известном фильме, который проходит все это время революции, гражданской войны и времени после гражданской войны. Что мы видим? Мы видим абсолютно растерявшихся людей. Мы видим сначала такие интеллигентные семьи профессорские в Москве, которые, естественно, стоят на стороне революции 905-го года. Они, естественно, общество настроено. Мы видим абсолютно одиночество, кстати, монархии среди образованных классов земств. Мы видим нарастание вот этого. Революция – это не факт, это этап. У нее, в общем-то, семь этапов. Есть такое мнение. Это один из последних этапов, когда, в общем-то, власть становится все более и более одинокой. И потом вот этот резкий слом, который для всех мы видим совершенно неожиданный. То есть победа большевиков совершенно неожиданна. И их полнейшая растерянность, утекание людей в деревни. Конечно, о гражданской войне куда лучше пишет, как вы правы. Алексей Толстой «Хождение по мукам», а тем более «Тихий дон» и разные другие книги. Но мы берем эту. Мы берем эту, потому что она пишет тот наш любимый городской класс с точки зрения интеллигенции. Его путешествие в Юриате на Нерве это первым. И потом он попадает в плен по красному партизанскому отряду и болтается с ним по тайге вплоть до конца гражданской войны и хорошо описывает, когда идут в атаку на них цепи колчаковцев и он узнает среди них лиц студентов. Он говорит, вот такой мог бы быть нашим соседом, сыном этого доцента, а вот такой мог учиться в пединституте или в МГУ. Потому что само название откуда появилась Белая Гвардия, когда были бои декабрьские в Москве во время революции, себя не знали, как назвать дружиной из двухсот человек, которые создали студенты для защиты февральской революции, не знали, как себя назвать. Противовес Красной Гвардии. Их было 200 человек, они придумали зима, шел, снег, белое. И вот от этих двухсот человек пошло собственно звание потом в Белую армию, Белое движение, Белая Россия, и в общем пошло-поехало. Он, будучи все-таки ближе, наверное, к той России, будучи интеллигентом, он проходит весь этот путь. Произведение с литературной точки зрения, оно как символ, а тем более появилось оно после войны, тем более лауреат Нобелевскую премию, от которой он сам отказался, все это мы знаем. Такой крестный путь, в общем-то, его. И сам Пастернак. Но оно, конечно, с художественной точки зрения странное. То есть люди появляются неожиданно, совершенно в неожиданных местах все вместе. Ничто не предвещает этого. Когда им Гридестрельников, который идет в революцию, чтобы больше не было Тверских и Емских, где там его знакомая, скажем так, была совращена или загуляла его любовь, это мы видим, кстати, в поэме «12 блока», ну, гендерная мотивация, кто-нибудь сказал бы, да? Вот. Мы видим вот такие вещи, но при этом все говорят одинаково, что тоже минус художественного произведения. Он потрясающий поэт, но видим, как прозаик, у него были с этим проблемы. Я извиняюсь, что тут критикуют Парис Пастернак. Вот. То есть все говорят одинаково, и тогда, когда, казалось бы, нужно спасаться, бежать куда-то, что-то делать в Тихом Доне, бежали бы, спасались бы, защищались, люди, опираясь на копье, как у Гомера, толкают немыслимые монологи о смысле раннего христианства. Понимаете? Вот. И причем все одинаково, как будто бы они, собственно говоря, Бердяев, извините, не к ночи упомянутый, с Ильиным, понимаете, дискутируют где-то на философском кружке, что это, конечно, очень удивительно, но там много метафизики. В Тихом Доне ее вообще нет. И эта русская метафизика, как вот мы с вами обсуждали, на мой взгляд, и определила победу Красных в войне, потому что они были настолько целеустремлены и метафизичны, что противостоящие им люди, их лозунги были настолько сложны к пониманию по поводу всеобщего избирательного права, частной собственности, чем просто, понимаете, мир хижинам, война дворцам. Когда мы слышим песни Белой армии, песни Красной, с художественной точки зрения, конечно, последние превосходят. Когда мы видим плакат авангардной Красных и плакат, стиль немножко, символизм Белой, мы понимаем, что кто мог победить в этой войне, совершенно ясно. Ну, при всех определенных других. И это немножко у него касается, хотя совершенно очевидно, что он не был в местах ведения боевых действий. Он это описывает, видно, что он не знает. Но есть другой интересный момент. Возвращается он в Москву совершенно к разоренному быту, где ничего нет, голод, нужно убиться, чтобы добить связку дров. Это еще совсем недавно профессорские квартиры, эти чаи, это утонченность Петербург, сиял, но и Москва тоже. И вот полнейшая разруха, еще чрезвычайки бушуют, вот они уже утихомириваются, НЭП, и оживает трамвай. Он-то когда-то носили здесь трамвай, он со скрипом плетется в кособокий трамвай, НЭП начинается. Казалось бы, можно вздохнуть, но, как бывает часто, человек проходит все беды, выживает, и когда, казалось бы, в этом трамвае он умирает от инфаркта. Казалось бы, его время закончилось. И на этом вот НЭПе, доктор, я не написал, вот, доктор Живаго, он подслушал, если кто не знает, в церкви, Иисус Христос, сын Бога Живаго. Живаго, оно на церковном славянском. Ему понравилась такая сибирская фамилия, и он потом его в Сибирь туда и отправил. Вот, да, доктор Живаго, почему-то я латиноцей написал, Живаго, да, это у нас до НЭПа. НЭП. Там хорошее описание города, 905-й год, постепенно вот это вот, казалось, казалось, что это просто вся нация, это сборщик каких-то богатырей былиных, вот, мы добились, то все, и на тебе. Как-то неожиданно все это закончилось, и точнее переросло в нечто другое, и растерянность, что нам очень важно для русской жизни, для наблюдения, все-таки это показано, да, наверное, недостоверна война, недостоверна действия пехотинца, затвора и патронов, как в Тихом Доне, совершенно недостоверна, но никогда в руках, я думаю, даже пистолета старомодного не держал, в отличие от героев Шолохова, профессиональных воинов. И дальше у нас начинается НЭП, и я сейчас быстро пробегусь, потому что слишком уж мы с вами знаем эту литературу, вот, я вплоть до начала 30-х, примерно, я бы с вами здесь поставил 12 стульев и золотой теленок, потому что бытописание их очень хорошее, и совершенно ясно, что идет зачем, что мы понимаем, что золотой теленок, капитал нажитая Корейка, были нажиты махинации на кредиты государственных кооперативных движений в 12 стульях, а 12 стульев, там, где еще у нас появляются все вот эти вот, понимаете, прекрасном фильме, в каком полку служили и так далее, возможно, это еще, когда было ощущение, до 33-го года, что еще может как-то бунт, то все, как-то измениться течение, да, бытописание потрясающее, я с вами не буду на этом останавливаться, потому что все это знают, лучше Ильфа Петрова, мы ничего с вами не опишем и не скажем, потому что потрясающе видно, как здесь существует старое, да, в виде, там, киса воробья, и совершенно уже другое здесь, уже начинается строительство, уже идет начало строительства, это где-то начало 30-х, и поэтому сразу перейду, тем более у нас времени мало, к следующему произведению, потому что в начале 30-х начинается страшный процесс, который мы знаем, который называется коллективизация, да, и тут я, так сказать, пытался найти произведение реалистичная коллективизация, и, может быть, кто-нибудь из вас будет меня осуждать, и поднятая целина нереалистичная, это не про то, слава богу, у меня еще были росты, которые описывали коллективизацию, нет, поднятая целина, при всем уважении к шелуху, сильно приукрашена, это было куда жестче, и поэтому настолько это было диким коллективизацией, настолько немыслимым мероприятием, что, пришлось уйти и перейти к совершенно бредовому, странному и символическому, скажем, пролеткультскому произведению, а именно, это как исключение, потому что само время, сама ситуация была таким, это котлован Платонова, это коллективизация, коллективизация, ну, примерно это, 29-й, 32-й, закон о трех колосках, где-то вот такой год, мы помним, если кто читал, что оно совершенно мистическое, идет строительство некого пролетарского дома, где появляется урод империализма, там потрясающие цитаты, урод империализма, общая грусть жизни, дребезжащий оркестр, идет строительство ударное некого пролетарского дома, то есть мы видим вариант строительства, и некий главный герой, его отправляют вместе, 25 тысячников так называемых, это рабочих отправляли на помощь коллективизации, это еще до большого террора, как мы с вами знаем по истории, там есть грустный старый кадр инженер, духовой оркестр, создающий дребезжащие состояния радости, у него потрясающий, у Платоновый язык, и они появляются в деревне, где начинают коллективизацию, описано, как крестьяне в отчаянии режут скош, чтобы не досталось никому, и убивают коммуниста Сафронова, если у него память не... Там есть девочка, которая умирает на груди у матери бывшей дворянки, ее усыновляет, так сказать, эта коммунистическая бригада, которая пришла туда, там есть медведь, медведь-кузнец, который осознал силу пролетарской революции, смысл, который не в цели, как Платонов нам описывает, который поистине дитя пролетарской революции, в отличие от руководителя, может быть, советского государства. Он действительно коммунист, если так можно сказать. Там как бы такой некий священный бред слоганов первых пятилеток. Все на нем построено. Это медведь-кузнец, он примыкает, так сказать, к авангарду пролетариата на деревне. Чем это заканчивается, мы с вами знаем. Противников катилизация кулаков, грузит на баржу, и они уплывают, ну, Платонов же у нас абсурдист, в никуда. Но мы с вами знаем, что уплывают они в Медежегорск и, так сказать, строят Беломорканал. Причем он абсолютно, у него как будто нет там добра, зла, сочувствия, ощущения какой-то тьмы, нищеты и попыток строительства. Вот это вот удивительное впечатление о русской жизни, в данном случае абсурдное произведение, а мы вот тут заявили, что не будем их брать, но сами же изменили себе на то и неправил, чтобы их нарушать, потому что оно лучше всего не поднятое целина, а именно вот это отражает ощущение коллективизации. Причем он действительно удаляется немножко от правых, левых, от виноватых, пострадавших. В этом плане он, в общем-то Платонов, очень хороший. Это полотна, в общем, довольно авангардная. И мы с вами идем дальше. Нам нужно двинуться в 30-е. И дальше я не буду, мне кажется, слишком уж оригинален, а предложу вам Дети Арбат. Я учился в институте первого образования Ленинском, и он у нас назывался Московский государственный пединститут, МГПИ. И вышли Дети Арбата, и почему-то кто-то решил переделать годы перестройку в университет. И заменили на У. И появилась аббревиатура МГПУ имени Ленина. И на следующий день приказом ректора его переменили на МПКУ. Потому что Дети Арбата с названием МГПУ как бы не звучало. Я помню, такое было. Потому что Дети Арбата это были событием. Собственно говоря, главный герой Саша Панкратов, это где-то 34-й год. Мы прямо с вами стык в стык идем. Надо успеть написать мне. Вот. Я напишу здесь. Дети Арбата. Это жизнь ребят на Арбате, да? Саша Панкратов, комсомолец. Мы еще видим его среди как бы может быть тех комсомольцев, которые здесь есть, вот здесь есть, да? но который это автобиографическая память. Это Рыбаков есть. Это его путь. В результате обличение в стен газете головотяпов, двоечников и каких-то тормозов его исключают и он получает срок. Я очень грубо иду. Казалось бы, еще раньше в ленинские времена, совсем недавно, он бы наоборот бы, понимаете, эх бы, блин, вот даже вот тут, вот в золотом теленке, еще где-то, а тут он получает срок. Он получает срок и там удивительно, что выживает среди них сын среди детей Арбата все терпят крушение. Выживает сын мелких сапожников, которые все ненавидят эту советскую власть люто, потому что они были сапожниками, там был магазинчик. Вот, именно он выживает и идет в органы работать. И там он разберется с этими, так сказать, революционерами, понимаете, мы все это с вами знаем. И что-то интересно, Саша Панкратов оказывается в ссылке, это пока ссылка, в начале 30-х это были ссылки, он знакомится там с осколками России, вот этими всеми бывшими меньшевиками, анархистами, троцкистами, вот этим всем, вот этим всем этим, которые, живя там, остаются при своих убеждениях. Так же он знакомится с кулаками. Он удивляется тому, что голод, который хватило взять коллективизацию, никто не видел. Ну, их не выпускали с этих, с вокзалов с киевского, чтобы, ну, масштабное строительство, немыслимое, понимаете, магнитки, что-то немыслимое творится, он хотел в этом участвовать, он специалист по движкам, по моторам, он должен быть среди них, и вдруг там, и там его сознание меняется. Появляется то, вот там, у Детей Арбата, в 30-е, что, на мой взгляд, погубило Советский Союз. Когда он возвращается оттуда, с минусом, в 100 городах жить нельзя, а возвращаются с ссылки, начинается там три, три как бы произведения. Детей Арбата, значит, первая часть, вот она у нас так и называется, книга первая, вторая часть называется «Страх», это уже большой террор, и он возвращается в большой террор, и он еще не хочет голосовать, а убийство Кирова, везде расстреляет, расстреляет, уничтожит, уничтожит, все голосуют на предприятиях, он не хочет поднимать руку, он устраивается в автомобильный цех в Твери, вот, по-моему, в Твери, и все голосуют, он говорит, я не буду, он всем говорит, и вдруг на него все смотрят, он там что-то ищет, сигарету, и когда все смотрят, он поднимает руку тоже, да, за тех, кого он обожал, вот этой Ленинской гвардии, первых строителей пятилеток, их расстрелять, и он постепенно приобретает черты зэка, он умеет врать, он умеет изворачиваться, уходить из-под удара, он становится циничным, вот, с того комсомолица, он за три года становится вот этим человеком, и этот человек будет жить, мы с вами знаем, кто жился, я бы жил в 80-е, помню эту молодость, это, наверное, бундистисты на улицах, эти драки молодежные, это прошло, и это погубило, на мой взгляд, во многом Советский Союз, что он делает, чтобы не участвовать, он приобретает качество не антисоветской, а не советской жизни, он вступает в странствующую труппу, которую учат, он умел танцевать, танцев, становится почти, извините меня, сжигалом, бубдам, советских там, этих, пытается ухочить танцевать, но тут уже освоился, плюнул на все, на идеалы, мало того, он просто становится неким, там появляются уже девицы, которые ищут интуристов, все сдают свои идеалы, и вот там Леночка Будягина, такая светлая, вся из себя, но Будягин, говорят, что это образ Бухарина, который там, папа был большим чином, еще из первых большевиков, всех расстреляли, у нее сына отобрали, и его товарищ по танцам, ну, собственно, жулик, типа фарцовщиков, где-то по волчьей, они знают, что ее там сослали, и понимают, что сейчас идет новая волна, ее расстреляют, они пытаются ее спасти, ее передать в НКВД, тот, погорячившись, то ли, выпив, бежит ее спасать, и как только забегает, говорит, я родственник, собственно, остаюсь там же на допросе, и Саша Панкратов, раньше бы он пошел бы, он понимает, и он отходит от этой двери, и исчезает в просторах, Россия, опять начинает бегать, исчезать, все, он устраивается где-то на какой-то полузаброшенной автомобильной базе под Рязанью, и тут появляется следующая страница, очень точное описание, я вам очень рекомендую, потому что он пишет о себе, это абсолютно автобиографично, называется оно «Прах и пепел», он оказывается под Рязанью, автобатом, каким-то мастеровым, тайно встречается с матерью, которая начинает уже не любить, что очень точно описано, это Надежда Яковлевна Мандельштам еще в своих воспоминаниях указывала, что в рабочей среде не так боялись репрессии, могли даже и что-то там вякнуть на советское правительство и так далее и тому подобное, рабочие чувствовали себя свободнее, чем запуганные крестьяне, либо тем паче интеллигенции, которая в это время, вот всю, которую мы с вами тут понабрали, она гибла в лагерях, в это время как бы ее конец уже даже последних, и он там абсолютно загнанный, как зверь, и тут начинается война. Знаете, в новой Третьяковке, в Москве, если пройти по залам, вот здесь сначала в ангар, потом из 30-х, она переходит в социалистический реализм Сталина, хотя костеневшие от ужаса оптимистические лица, и вдруг война, как будто она взяла всю Третьяковку, бульдозером смела, и в 43-м году появилась первая картина, называется, по-моему, Ден Гармаш, самый старый партизан СССР, не будем о личности странного человека говорить, он, ППШ, партизан, человек, понимаете, у него человеческие черты, потом послевоенной картины, двойка, либо там письмо с фронта, все люди, вдруг война вернула человека, советский человек вздохнул, то, о чем мы с вами сейчас обсуждали, он почувствовал свободу, так же и Саша Панкратов, вот, он почувствовал свободу, он пошел в автобат, следовательно, опять же, Рыбаков описывает конкретно, он был награжден в битве за Москву, потому что смог вывезти эти, как-то по снегам эту самую, он описывает все хорошо, потому что автобат важная часть войны, потому что он болтается по разным частям, он действительно, ну, как бы был солдатом, вот, у него была вера, по-моему, такая его любовь, которая, ужаснувшись, что он такой комсомолец, и он такой пришибленный, и, в общем, она вышла замуж, сначала за кого-то афериста, профессионального бильярдиста, и вора не вышла замуж, сошлась, потом бросила его, вышла за кого-то партийного, нашего главного инженера, строящего гостиницу в Москву, кстати, здание с двумя фасадами, потому что Сталин подписал оба фасада, а второй раз к нему идти, спрашивая, который из них, никто не решился, поэтому два фасада сделали, в наше время ее разрушили, за каким-то чертом, снова восстановили, ну, видимо, он такой символ России, если заняла гостиница Москва на Манежске, вот, и она не любит его, и она идет в инженерные войска, чтобы от нелюбимого мужа забежать, тоже свободу, хотя бы Родине послужить, и они там вспыхивают свободу, и война возвращает нам такие человеческие явления, как церковь, как бандитизм, как отсутствие фанатизма, место встречи с Меднезяйцем, мы посмотрим, все вот это, война вернула, в общем-то, русского человека, на самом деле это так, вот, и в 43-м году Курская дуга, и он узнает, что она где-то на другом участке, через несколько километров, он садится в машину, бежит туда, и начинается обстрел, и они только увиделись, она гибнет, и наши, так сказать, вступают, а он остается с ней, и встречает наступающую немецкую цепь, и гибнет тоже, закапывая ее, так сказать, тело, так вот заканчивается эта история, в 43-м году гибелью его, и ее очень грустно, но при этом очень оптимистично, потому что мы видим, что в войне кого-то вспыхнуло что-то очень живое, наверное, потому до сих пор в нашем, да, сильно преувеличено вот этим всеми оскорблениями ветеранов, и все это смешной довольно историей печальной, которую мы видим, но где-то, наверное, мы цепляемся, как единственное, за что можно уцепиться, да, вот, и дальше мы с вами переходим к другому человеку, я всячески рекомендую, это Давид Самойлов, наверное, лучший поэт в плане рифмы наш, он был пикотинцем, служил в разведроте, дошел до Берлина, вот, поэма «Ближние страны», где он описывает разные вещи, он закончил Ифли, его называли лицей 20-го века, по аналогии с пушкинским лицеем, там учились многие, вот, у него самые известные сороковые-роковые произведения, все знают, да, «Война гуляет по России», мы такие молодые, вот, там Семен Гудзенко, «Нас не надо жалеть, ведь мы никого не жалели», там Коган, «Я с детства не любил», «Авал», да, ну, такие известные вещи, «Левитанский», «Жизнь моя кинематограф», «Черно-белое кино», «Твардовский», «Симонов», даже с Луженисом там был, вольным слушателем, Евгений Долматовский, он, «Сокольников» в Москве, его закрыли, почему? Потому что почти все погибли, они все ушли добровольцами, сам подмосковный ледяной окоп, и вот у него описана, вот это поэма «Ближние страны», набор зарисовок очень красивых про войну, он вообще-то еврей, советский человек, но при этом с огромной любовью к немецкому народу описывает этот пехотинец свое пребывание в Германии, там подступы у него такая часть, а жизнь там простых солдат, встречи на пустующем шоссе на Берлин с нищим полуслепым итальянским цирюльником, «Помолвка Лейпцига», он описывает, как к его знакомой немке, где-то откуда-то идет жених, понимаете, пешим порядком, «И мне чудится в сумраке сером угловатая тень Дон Кихота», ну немец, «Он идет с деревянным торшером по Германии полуразбитой, он грядет неустанно, упрямо, знаменосцам уюта и быта, легендарный жених из Потсдамы, он шагает один на просторе, ночь развалины филины волки». Понимаете, уже закончилась война, и они обратно присутствуют, он на ее свадьбе, они едут обратно, он читает в гостинице в этой дешевой, как в XIX веке, постояльцы там, какие были, проповедники, негацианты, просвещение, налоги и суд. И вот 20-е столетие, новобранцы и кадровики, батальоны, бригады полки, инвалиды и отпускники, запасные фронтовики, батальоны, бригады полки, те же мюлли, францер, в войнах убитых, те же самые, но уже каски, 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 Первая и Вторая мировая война, революции и так далее, и тому подобное. Он о немецком цензоре, который сошел с ума на Восточном фронте, сначала вычеркивал солдатских писем, что не нужно, а потом стал вычеркивать все, что лживое, арийская пропаганда. Его за это расстреляли, ему говорят там потрясающие фразы, ему показалась Россия степью Азии голой верблюжей, то, что он называл ностальгия, было в сущности страхом и стужей, наверное, и нас иногда посещает, такое чувство зимой. И потом они идут вот этим эшелоном демобилизации, и вспоминая все, что происходило, очень у него строки такие, вы знаете, как не сел, как погибала Варшава, когда они стояли на том берегу, а помочь как бы не могли, одинокая злая гордячка, как он Варшава говорит, погибать, как гибнет Варшава, не согнувшись в дугу, но с большой любовью относится к Польше при этом еще, будучи советским человеком евреем. И он возвращается, все, приехали, белорусский вокзал, тоже строки очень известные, он возвращается в Москву, нищую, и мы с вами тут же переходим, я даже не записал его, я всячески рекомендую все его поэмы, они потрясающие, значит, Давид Самойлов, ближние страны, ближние страны. И тут мы с вами немножко коснемся, опять Платонова, я по нему ставил спектакль дипломный, возвращение. Советский солдат, капитан Иванов, по пути пережив роман со своей однополчанкой, возвращается в свою семью, очень хорошо об этом пишет Высоцкий, время слухи, живи и тужи, после такой эпопеи, войны, понимаете, всего это, беды и юности, он возвращается в семью, нищую, в рабочий городок на Урале, и все происходит в одну ночь, в одну ночь, он понимает, что у жены была какая-то, чтобы дети умерли с голодом, один раз она переспал, там с каким-то местным этим, ну, снабженцем, да ему даже на это плевать, он просто понимает, что дети ему чужие, и жена чужая, он хочет обратно, ведь часто бандитизм того времени и банда черной кошки, это не были уголовники, как сняли нам в фильме, на самом деле, это были обычные советские люди, очень многие гибли, много милиции советской, потому что гангстерами в то время стали бывшие наши солдаты-офицеры, которым на книжку капала зарплата во время войны, там, наградные, они гуляли страшно, первый год-два, потом они кончились, время слухи же в этой жизни не хотелось, хотелось другой жизни солдату-офицеру, и они стали бандитами очень многие, а стрелять они, так сказать, умели за 4 года туда, ставить перекрестные точки, очень много погибло из-за этого милиционеров, потому что они столкнулись с профессиональными воинами, вот история сученых и воров, ну и так далее, и тому подобное, это немножко не об этом, и он в одну ночь, 4 года он шел до своей семьи, он свою семью бросается, садится в поезд и едет куда-нибудь, обратно на запад он едет, туда, где все это происходило, в какой-то город, он будет жить заново, он не хочет видеть это, он уезжает, да, и по полю, изгиб поезда, он немножко притормаживает, бегут двое, один другого тащит, как бы, у него вальник спадает, это его дочка маленькая и сын старший, который его ругал, то-се, чтобы они утихомирились, и он сходит с поезда, как бы такой, плюет на свою жизнь и жалость, так сказать, к детям, короткая очень повесть, почти рассказ, возвращение, вот это вот прямо стык конца войны, вот, Платонов это все наблюдал, и тут мы с вами снова перейдем к Давиду Самойлову, да, а имя, к его поэме, потрясающий, Юли Клумпус, мы по ней ставили спектакль, это о Москве, самый конец сороковых, это московская богема, некий такой кабачок, вот, даже не кабачок, трехведерный самовар, пылится на моем буфете, послевоенная эпоха, быть может, нам было труднее, чем раскаленная эпоха смертельных победных дней, после обязанности права, хотели мы на мысль здрава, обязанности выше прав, скажите, разве я не прав, заканчивается поэма, это история некого, все они, конечно, фронтовики, кто-то стал музыкальным критиком, кто-то поэтом, кто-то, это вот послевоенная богема, в полуподвале возле Пушкинской, да, они живут очень бедно, особо не пьянство, постоянно у них какие-то вечеринки, и, в общем, Юли Клумпус, главный их тамадай-меценат, уезжает в Питер, из-за любовной истории, и там встречается с некой Алиной, вот, женой профессора, у них начинаются романы, когда профессор уехал симпозиум, возвращается раньше, чтобы не подвезти даму, он, в чем почти мать родила, прыгает с балкона, идет и заболевает гриппом, чуть не умирает, и перед смертью он зовет всех своих, бывших деятелей искусств, они все угадываются, кстати, и одному из них говорит, ты вообще жирная, тупая свинья и бездарная, другому он говорит, ты кривляк, а не артистка, искусство твое довольно низко, вплоть, чем как твоя мораль, говорит он свой возлюбленный, третьему говорит, ты шут, ты плоский шут, и он и каждому ударит по самовару, потому что единственное, что у него осталось от старых дореволюционных родителей, это коллекция самоваров, и они в этой Москве после всех этих жар, вот этой свободы идут с этими самоварами, а там он умирает, ну надо же было так, чтобы он не умер, понимаете, он не умирает, и естественно пошел вверх, почему, потому что Алина, профессор, его статьи, профессор, за это все дохвалит, понимаете, и Давид Самойлов написал его перед смертью, он ушел в явление, которое было распространено среди деятелей культуры фронтовиков, так называемые внутренние миграции, они не уезжали в эмиграцию, они все-таки были фронтовики, да, вот, они уходили во внутреннюю миграцию, часто используют отдаленные какие-то места, либо он жил в Литве, по-моему, или в Перну, вот, и там он написал вот это последнее свое произведение о послевоенной богеме, бедной, но очень, как будто бы счастливой, вот это очень интересно для начала, как бы, для конца сороковых, но время идет дальше, и мы с вами прикоснемся к следующему произведению, это начало 50-х, это «Белые одежды», Дудинцев, или Дудинцев, кто у нас филолог по практике, собственно говоря, это описывается гонение на морганистов, точнее, на генетиков, да, вот, и приезжает наукоград генетиков, главный герой, и чтобы спасти их материал от Лысенко, который Лысенко ему доверяет, он совершает мыслимые и немыслимые махинации, притворяясь теми, семи, в результате чего он приходит своему с этим картофелем, выращенными генетиками, закопать его специальным образом, ну, там, долго рассказывать, детективная история, сложным советским языком, поздним, уже появляются гитары, свитера, все такое, хотя это 50-е годы, конец, это еще в сталинское время, и он уезжает, а его возлюбленная беременно уезжает на восток, следственно, в лагерь, потому что она была среди генетиков этих, он уезжает, прячется где-то в аграрном колхозе, в аграрном колхозе, что я гаражу, в каком-то колхозе, каким-то агрономом, потому что он даже ушел на лыжах, он тоже бывший фронтовик, то есть это еще тянется, да, поэтому к нему еще мягче относились, он награжден был под МГО, под Ленинградом в боях, ну, так далее, и тому подобное, вот, детективная очень история, не буду долго говорить, белые одежды, почему, это не одежды на ученых, да, докторов, ученых, генетиков, это те белые одежды, которые в апокалипсисе наденут мученики, очень интересная часть в апокалипсисе, когда мученики ругаются почти с Богом, говорят, да, Коля, да, Коля, чего ты ждешь, чего ты терпишь вообще, в раю, они продолжают бухтеть еще мученики, понимаете, вот, и вот, когда все заканчивается, им Бог дает белые одежды, омытые крови агнцы, ну, сложный язык апокалипсиса, и они тогда говорят ему, прав ты был в своих путях, да, вот, часто человек, ну, как это может быть, вот, вот, как бы так, и вот эти вот белые одежды, и заканчивается книга, это, я быстрее стараюсь идти, тем, что его вызывают на допрос в НКГБ после реабилитации уже процесса, начала процесса либеритации, кто писал донос, кто это, и он избивает Толстяка, который занимался доносами, там же его бьет, их проводят в милицию, а менты говорят, ну, типа, и правильно, вот, забирают заявление, и даже КГБшники не особо защищают, да, ну, все как-то воссоединяется, кто-то погиб, кто-то умер, но вот это вот очень сложная, прям детективная драма, хорошо написана, белые одежды в свое время были культовой книгой среди поколений физиков и лириков, хотя описывают еще до, мы с вами идем быстро, вот, потому что сейчас я хочу немножко поговорить о произведении, которое, на мой взгляд, многие считают личность, написавшую произведение, сложной, его судьба сложилась определенным образом, но я глубоко убежден, что если бы ни судьба его сложилась не так, это был бы очень хороший писатель, просто он писал о другом, это Солженицын и Раковый корпус, в чем гений этого произведения, в том, что в узкое пространство Ракового корпуса, собственно, палаты, где обостренное существование персонажей, потому что все стоят перед лицом жизни и смерти, он поместил в вагон антагонистов, партийный босс, который сделал так, что сослали своего товарища, чтобы захватить квартиру в Ташкенте, плюс Ташкент он выбрал, он, правда, сам там был в Раковом корпусе в Ташкенте, где в результате эвакуации стекались лучшие кадры и всякие интересные персонажи, город Хлебный, драматические вузы, там все такое, инженеры, наши ученые, после войны, там же татарин крымский, которого выслали, немцы какие-то, врачи, знаете, что в Усть-Каменогорске, в Восточной Казахстанской области была лучшая хирургия, почему? немцы, сильные немцы, а там остались, их 3 миллиона жил в Казахстане еще, когда я был казахстанцем в советское время, очень хорошая хирургия была, потому что это их тема, сумрачный германский гений, врачи-фенемки, молодые ребята, которые болеют от рака, умирают, потенциальные геологи, но при этом сталинисты, тут же люди, которые очень критичны, и они все находятся, понимаете, как он обострил все это, он обострил, его главный герой, он, собственно говоря, ссыльный, бывший зэк, собственно, тот же Солженицын, до этого фронтовик, потом зэк, а потом ссыльный, живет в казахстанской степи, где доживает в свои дни старая такая советская, уже советская интеллигенция, кто за что сел, в какой-то совершеннейший буранный полустанок, Южный Казахстан, арысь там, станция и так далее, и он появляется с раком, вот рак у него, возможно, он еще добавил, что возможно останется импотентом, нагрузил своего героя всем, в результате он выживает, и тут умирает Сталин, начинается реабилитация, и вы знаете, картина жуткая и пронзительная, когда он выходит, человек, прошедший войну, лагерь, онкологию, и у него ничего, кроме этих сапог, ничего нет, он из того времени, которое мы с вами описали, великого времени России, свершения, революции, индустриализации, войн, и он выходит в Ташкент, чтобы получить справку, там, условно, реабилитации, и он заходит в отдел, ожидая увидеть суровых чекистов, а он выходит в чиновников, любезных, которые что-то не кофе им предлагают, и извиняются, говорят, вот вам справка, что вы, что вы, езжайте куда хотите, все, мрачное прошлое миновало, и он решил купить свои этой возлюбленной цветы, и заходит, а там вторая половина 50-х, торговый центр, люди покупают какой-то пылесос, понимаете, танцы где-то, какие-то юбки у женщин, и вот он, как какой-то, не пойми, динозавр, идет по этому Ташкенту, в этих сапожищах, которые еще с фронта он притащил, и латал все это время, и видит, что в этой огромной эпохе, мощнейшая эпоха, страшная, миновала, новая эпоха наступила, вроде бы хорошо, да, но только он из той эпохи, там его кровь, там его любовь, там его жизнь, и он уезжает обратно в этот свой полустанок, к этим своим бывшим ссыльным, потому что он не понимает, как он будет с этими в результате перестроиться, скажет, окей, я в торговом центре, я в очередь на пылесос, он не может себе это представить, он даже ей цветы не доносит, где-то кладет, не помню, садится на поезд и уезжает в свой буранный полустанок, вот раковым корпусом Сложеницын гениально перелистывает эту историю, и мы с вами вступаем в почему-то я сокровился с ним таким акцентом, вступаем вам с вами, я еще раз повторюсь, что судя по Матрониному двору, он потрясающий писатель, мы с вами идем дальше, это тут, скажем так, 56-й год, примерно, реабилитация, и вот конец 50-х, конец 50-х, уже оттепель, самое начало, самое начало, это иркутская история, пьеса, да, арбузов, очень интересная история, вы знаете, очень интересная история, она короткая, очень странная, там есть хор, как античный хор, который говорит нам правду, неправду, иркутская история, вот, происходит она на строительствах, вот, это как бы начало последней молодости революции, мы сейчас будем говорить о 60-х, вот, шагающий экскаватор, да, у нас, вот, он шагает куда-то, там, что, как, у нас еще полно материала, ну, а, 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 а у вас дальше лекция? Просто это невозможно, понимаете, я понял, будем ускоряться, иркутская история, у них у всех, как будто, есть темное прошлое, этих пацанов, комсомольцев, которые, ну, они больше не сильны, они оказались шагающими экскаваторами в Иркутске, там, любовь, вот этот вот, главный светлый персонаж гибнет, спасая подростков, его, эта самая, жена остается с двумя детьми, и тот, кто к ней, немножко, конечно, как написать пролетарскую пьесу Зощенко, казалось бы, но нет, удерживается Арбузов на грани этой пошлости, вот, и он отрекается от этой любви, включает, чтобы ее спасти от ее депрессии, включает эту варьку, бывшую, почти падшую женщину, вот, включает ее в бригаду шагающего экскаватора, вот, тем, они, как энтузиасты, и это, кстати, мы видим в залах живописи, так называемый суровый стиль 60-х, они идут на освоение чего? Братско, символа, понимаете, молодости революции, последняя молодость революции, и тут Че Гевара, тут фестиваль молодежи студентов, тут то сё, и Братская ГЭС, самая большая в мире ударная стройка комсомольская, они отправляются на этом шагающем, ушагали туда, и, следовательно, наше следующее произведение в 60-е годы не дали нам почти никакой прозы, дали фантастику, дали поэзию, дали что угодно, прозы мало, поэтому поэтическая будет, это поэма Братская ГЭС, Евтушенко. Ну, по-разному можно носиться к личности этого потрясающего чтеца, он на эстраде выступал, он сам просит в начале благословления всех поэтов, и что самое интересное, это самое начало 60-х, с чего начинается, он на личном автомобиле едет на юг, вот тут Давид Самойлов на эшелоне, доктор Жавага пешком, кто на чем, понимаете, а этот на личном москвиче едет на юг, и начинается дискуссия между пирамидой, которая говорит, все равно труд рабов, то все, и Братская ГЭС говорит, не, не так, вот теперь по-другому началось, и у него идут очень интересные истории, ощущение, что ребята вот отсюда, со своими еще темными историями, может кто-то из них родители репетировали, они оказываются здесь, там есть девочка, там у них есть за правду отцов против лжи отцов, бывший революционер, который расстреливал, но потом не понимал, как же было две страны, одна строила магнитку, другая сажала, разные истории абсолютно, вот, девочка, вот самая интересная девочка, которая стала сиротой, жила у председателя колхоза, очень честного человека, в Сибири, ему без конца после войны, план, 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 он не мог его выполнить, и по ночам плакал, разговаривал с портретом Ленина, как с иконой, чтобы объяснить Ленину, что он все, вот так он его любил, значит, он застрелился из ружья, и тогда она ушла работать проводницей, там ее кто-то хватали, пьяные, то, сё, она, нет, она сначала пошла работать в советской номенклатуре, и ужаснулась несоответствием того идеалиста, сказать, представителя колхоза, Ленина, вот в советской номенклатуре, она ушла в проводницы, там тоже все мерзко, и тут случилась, видимо, так сказать, смерть Сталина, и она увидела настоящих людей, с плотно сжатыми губами, едущих с востока на запад, это политзеки ехали, она увидела настоящих, но они ей показались очень страшными, настоящему страшными, и она не могла, как бы, с ними тоже найти, она по-прежнему одинокий, несчастный человек, и тогда вдруг с запада на восток, туда, откуда они уезжали, поехали кеды, рюкзаки и свитера, понимаете, вот эти люди, как раз вот они отсюда, оказались там, и она примкнула к ним, не проводницей быть, а человеками, вот она дальше описывает, почти нетварный свет, понимаете, как она станет кусочком света в лампочке Ильича, как в этом капельке электричества, поданной братской ГЭС, будет ее капелькой электричества, вот, она там, какая-то неудачная беременность, но она решила покончить с собой, но решила, нет, что вы, нет, и, чтобы бабы-сирот не рожали, чтобы хлеба хватало на всех, чтобы невинных людей не сажали, чтобы никто не стрелял совсем, такими детскими строками она это описывает, вот эту последнюю, там есть детали быта, платье-колокол, свингующий 60-й, не очень их понимает, и в Тушенках, хотя самым таким был, твист на Красной площади, ботиночки-гвоздички, стиляги, но все равно, как бы, упор идет на братский, на, может быть, космосе и так далее, и это все заканчивается, и мы с вами переходим к совершенно другим годам, которые противоположны, а именно 70-е, 7 направлений русской культуры, да, то есть появившиеся деревенщики, уже позже, но появились они раньше в своих умах, Распутин, братской ГС, он на стороне вот этих затопленных деревень, 70-е, гениальное время, но совершенно другое, где вот этот вот последний поэтический вздох революции вдруг утихает, они сумрачные, но гениальные, и тут мы с вами рассмотрим короткую пьесу, видите, я ускоряюсь, пьеса называется «Одна актовка, любовь, Петрушевская», мы потом рассмотрим еще одно произведение, мы понимаем, что там 70-е, это наш, если мы посмотрим даже кино 60-х, оно не такое, оно более оптимистичное, 70-е оно тонкое, хорошее, но грустнее, Тарковский, там, если мы уж посмотрим не совсем советский, но почти нонконформистская живопись, появляется советская нонконформистская живопись, которая доминирует в ней так называемая духовная, или ее называли духовка, ее столько много, что когда все-таки разрешают выставки, кроме бульдозерной в ДНХ, разрешают сплошная духовка, и проекции исчезновения, ретроспективы, там очень много чего появляется, но появляется в первую очередь еще одна тенденция, которая погубит советский, и союз, а именно мещанство 70-х, вопиющее мещанство, и вот Петрушевская, она никто как, она умеет описывать в своих одноактах, как это мещанство, там всегда все в диалогах и ее длинных отступлениях, это очень коротенькие книжки, где всегда мещанство, некий быт, какой-то безответственный мужчина, какая-то несчастная женщина, и такая боевая мамаша, опять появляется, боевая мамаша, которая всех строит с этой или с другой стороны, и там действительно кто-то их старший брат или прочий с каких-то строек приезжает, но как быстро выдохлась, это прекрасная эпоха, я бы поговорил о ней дольше, если бы, вот, то есть мы видим здесь вот эти начало, понимаете, румынских стенок, записи за сапогами, вот это вот всего, мы начинаем видеть в 70-х, выдыхание этой эпохи, и чтобы не базироваться на одной Петрушевской, я бы еще порекомендовал одну, это зеленый шатер, Улицкая, зеленый шатер Улицкая, которая, казалось бы, начиная с диссидентов, вообще книга странная, больше на сериал похожа, но там не только диссидент, она описывает и крестьян, умирающую деревню, которая помнит коллективизацию, и не простила это никому, эти бабки, и так далее, и тому подобное, но она описывает время, которое я в детстве, в Москве живя, помню еще это, много ли их было между собой незнакомых, сталкивающихся в гардеробах, в филармониях, в раздевалках, в библиотеках, в тишине пустующих музеев, это была не партия, не кружок, не тайное общество, их единственным общим знаменателем было отвращение к сталинизму, любовь к чтению, безудержному, маниакальному, книга из учителя жизни превращалась в ее знаменатель. Трое друзей. Один из них, у него там рука повредилась, вот эти драки, он не смог стать музыкантом, он стал композитором. Классическая музыка в позднее советское время, это тоже еще одна религия. Один стал полуфарцовщиком, полусамыздат занимался, кстати, чего его поймали, он стал сотрудничать, и третий, идеалист, педагог, тогда было очень развито, много течения в педагогике советской, он занимался там людьми, детьми умственно отсталыми, в Сергием Посаде, и он, чтобы его уволили там за что-то, такое тоже бывало в позднее советское время, он точно описывает, надо было быть довольно педагогом, но все-таки не чересчур. И он по дуре начинает распространять самоздаш, чтобы заработать, садится на три года за это. И когда выходит и снова что-то делает, какую-то оплошность, его вызывает на допрос, он не выдерживает и выбрасывается из окна. Она пишет автобиографично. А тот, кто его подставил, у близкий друг, собственно говоря, он начинает сотрудничать. Он уезжает на Запад, но в Германию женится, они все уезжают. Это очень интеллигентное сословие. В позднее советское время я жил в детстве в этих квартирах, у меня были друзья матери, я видел. Это вот такие примерно люди, но я уже смутные, конечно, воспоминания, потому что детство было. Четвертая волна, многие уезжали, и тот, который вынужден был сотрудничать, он заболевает онкологию, и, в общем-то, отъезд в Германию ему ничего не дал. Одному так везет, это композитов, которые тоже уезжают по еврейской визе. Но мы с вами понимаем, что если скрипач, то понятно, по какой визе он уедет. Там в романе есть бабушка у них, Нюта. На самом деле, это список с Анной Ахматовой, которая как некий столб умудрилась пронести из серебряного века. Понимаете? До практически смешнего сада, вот до этого времени, она практически дожила. Это же надо. Понимаете? Как она говорила, в России надо жить долго, глядишь, и до хорошего доживешь. Очень остроумный человек был. Некий такой символ дворянств, прошедший все, и сына два раза посадили в войну, и мужей порасстреливали. А, ну. Вот. И сохранило для нас и наследие Мальдельштама. Мальдельштама, в общем, о ней можно говорить вечно. Мы с вами подходим к концу 70-х, будем больше идти уже по названиям. Конечно же, вы все его знаете, да? Это заповедник Довлатова. Не хочется просить поднять руки, кто читал. Вот. Ну, на самом деле, это потрясающая книга с такой легкостью и юмором написанная. Вот. Довлатов в 79-й год примерно, да, перед эмиграцией, он совершеннейший пьяниц, типа писатель, журналиста, едет, чтобы где-то хотя бы заработать, гидом. Многие ехали в Пушкин заповедник в Пскове. Из Пушкина тоже сделали икону, как он говорил, что лоб Ленина, борода Карла Марса и Багенгвард и Пушкина торчали из каждого угла. Вот. И он говорит, и там огромное паломничество сделали из этого края, где Михайловская. Не зарастет народная тропа. Он говорит, где уж ей бедняги зарасти. Вот. Вот он, в общем, поселяется там. Там есть потрясающий персонаж, дядя Миша, который он поселяет, такой алкаш, который говорит на очень странном языке. Он говорит, дядя Миша, ты жену свою любишь? Кого? Жену-то это что? Он говорит, ну ты как ее любишь? Говорит, ну да. Он говорит, за что? Говорит, спит тихо, как гусеница. Вот он такой, как бы, народная такая в нем правда. Он очень смешно рассуждает, что он был во время войны, инкупации. Он говорит, да про немцев плохого не скажу. Он говорит, приличные люди. Он говорит, ну а как же, евреи, цыгане? Он говорит, ну да, евреи, цыгане. Ну, то ж порядок. Он говорит, ну тебе раз не жалко. Не, евреев жалко, люди хорошие, водку не пьют, только сухое. Он говорит, а цыган не жалко? А цыган-то что? Он говорит, а с чем же они-то провинились? Он говорит, вот чудак-человек, они же цыгане. Он как бы такой человек, который очень странно рассуждает все время. Там и мат, и все такое. Потрясающие у него зарисовки, очень хороший юмор и, наверное, самый добрый, ироничный подход жизни к себе и вообще. Вот этот вот заповедник, он не только пушкинский заповедник, это каким-то ощущением, что заповедник вот этой советской интеллигенции, потому что Союз начинает идти вот так, вот. И вот они там собираются, его жена приезжает к нему и говорит, знаешь, денег нет, ты пьешь, я уезжаю в Америку. Он не хочет уезжать. Кому я там нужен в Америке? Я как писатель, а ты здесь кому нужен? Вот, понятно. Кроме друзей алкоголиков. Она уезжает, он чем отвечает на это? Любимым средством, запоем многомесячным. И когда он видит себя в зеркале, он принимает решение все-таки уезжать. Ему дают визу, он покидает нас в 79-м году. Вот. И мы с вами переходим в 80-е, начало конца СССР. Вот. И тут я бы вам посоветовал очень, ну как, масштабное произведение, сложно читаемое. Это, сейчас не ошибиться, ожидание обезьян Битова. Очень интересно построено. Оно, собственно, почти до конца СССР у нас идет. Битов оказывается в Абхазии. Это современник Довлатова, но язык уже более такой туманный, уже немножко не постмодернизм, а более такое мистическое время. Заметьте, в кино 80-х нет такого света, ясности, юмора, как было в кино 70-х или тем более 60-х. Блонинка за углом уж, какие-то инопланетяне. Понимаете, уже не ирония судьбы, а как его звали там, где, господи, чародеи, да? Везде мистика, даже немножко страшноватая. Каждая гибель империи немножко это как бы готовит. Я помню эти квартиры, все про каких-то инопланетян говорили, про метафизику, все тянулись к церкви, что-то происходило странное. Вот такое время было. И он оказывается в Абхазии. Абхазия взята им идеально. Во-первых, там начались первые очень сильные национальные проблемы. Плюс к этому это место, любимое место отдыха партийной верхушки. Никакой не Крым. И когда-то там на Украине события пожара в Одессе, когда-то пожар в Истага. Конец Советского Союза был цепью техногенных катастроф. И одной из первых был пожар гостиницы Абхазии. И плюс к тому там преступность, все воры в законе, то-се, первые цеховики, партийные бонзы. И он идет в Абхазии. Почему в ожидании обезьян? Он постоянно слышит о том, что ему рассказывают местные, которые грузины и абхазы страшно друг друга ненавидят, о том, что есть какое-то племя, что ли, абызов, совершенно дикое, необузданное, и все его боятся. Он слышит разговор, думает, что же это за люди такие, не чеченцы, не абхазы, не грузины, какие-то абызы. Выясняется, что это обезьяны сухумского питомника, которые иногда сбегают и разоряют все, их не поймают. Павианы их там держали, во время войны в Абхазии они все погибли. И он выходит на берег реки и видит стадо и самца вот этих обезьян, которые очень уверены. И он таким образом битв нам как бы вводит во время конца 80-х, начало 90-х. Когда все уйдет, и уже даже завучика-сталинистка будет куда-то смешнее выглядеть, чем новое племя 90-х, приходящее в ожидании обезьян. Я перехожу к следующему. Еще есть силы? На 15 минут. Вы смотрите меня в следующий день. Друзья, если нужно кому-то идти, пожалуйста, не стесняйтесь, идите, да-да-да, мы немножечко задерживаемся. Да, можно? Можно немножечко задержаться. Да, у нас есть следующее мероприятие, но минут 15 у нас есть. 15 минут, все, время пошло. Так, я тогда пойду больше перечислением. Ожидание обезьян. Я вам всячески порекомендую произведение, которое стоит на стыке. Это битов у нас. На стыке, вот прямо начало 90-х. Оно называется, смотрите, как интересно. У нас путешествие было здесь, да? А это тоже путешествие из Шилькова. Маленькая поэмка. Из Шилькова в Коньково. Тимур Кибиров. Очень красивая поэма. Очень милые строки, где он едет на электричку со своей доченькой Сашенькой. И всякое там видит, понимаете. И ныне дикий внук славян проносится на мопеде. Понимаете, вот. И ведется реги прихотливый, данный першур с кореневой. А из поселка Комунара отвечает Лика Стар. То есть начало 90-х. И он едет на электричке. Возвращается, приезжает в Коньково. Прощает все это изменения России. Как бы с ней. Такой некий интеллигент. Очень легко закрывается дверь Советского Союза. Пьет уже в Острянск субботний, безответный, беззаботный. Вот это строки его. Ее учат Гитиси, как пример нынешней очень высокой поэзии. Он пушкинист. Потрясающий цитатник. И вот это путешествие с дачи в Коньково для него. Мы как будто бы легко прощаемся с советским временем. Как когда-то Вишневый сад легко прощался. Но более грустно. Здесь еще и с юмором. Он последний постмодернист. Тут я сотру, если мне удастся стереть. Не удастся, потому что я вам испортил доску. Вот. Так. И мы с вами перейдем. Наверное, я пойду быстрее, потому что многие из них, вы знаете, наступает время 90-х. И что удивительно, я бы ее назвал пост-русская эпоха, 90-е тоже я не нашел описания. Очень трудно, потому что многие писатели, кто пишут о 90-х, судя по всему, а я был 90-х коммерсантом, кем только не был. Всякие ситуации были. И видно, что они пишут о том, о чем они понятия Конского не имеют. Вот. Поэтому я выбрал абсолютно странное произведение. Абсолютно метафизическое. И как ни странно, оно им казалось довольно достоверным. Оно так же, как коллективизацию, это время было трудно описать реалистично, только бредом или каким-то… Это никого не удивлю. Это Пелевин, Generation P. Пелевин, Generation P. Там есть ощущение преемственности. Я, наверное, не буду записывать, у всех есть тексты. Или так я… Пелевин, Generation P. Потому что мне хочется о последних успеть книгах, которых, может быть, не знаю, прямо их рекламу сказать. Вот. Или антирекламу. Ощущение, что… Это там же такой же интеллигент тоже, понимаете? У него валяются эти книги. Он вышел из тех. Почему он стал копирайтером? Потому что он умеет писать. Он вот из этих, понимаете, всех людей. Вот-вот. Из Улицки, из Далат. Он только стал копирайтером в некой рекламной фирме, которая, как мы знаем, создает реальную реальность. То есть почти некая секта, которая владеет миром. Ну, плюс что-то под наркотиками, рассуждение о Будде и так далее, и тому подобное. Вот. Это 90-е были действительно таким временем. Кто в них жил, знает. Вот. А они были как коллективизация, я скажу. Это было время нереальное. Это был совершеннейший слом всего. Мне оно лично нравилось. Вот. Ну вот заканчивается 90-е. И тут мы с вами будем… Куда мне писать? Говорить об авторах довольно странно. Есть такой автор, он мой знакомый хороший, Владимир Спектр. Он написал книгу, называется он «Русский жиголан». Владимир Спектр. Насколько я люблю моего друга Владимира Спектра, настолько же я ненавижу его книгу. У него много книг. Отвратительная книга. Она вся пересыпана марками часов и прочее. Это он описывает конец 90-го, начало жирных нулевых. Но почему я его ставлю сюда? Потому что в этом есть правда. Если предлагаемые обстоятельства общие… Это в общем-то катастрофа человека, который жигал, который живет за счет женщин, пытается получить инвестиции таким образом на открытие модного клуба. Это такая жирная нулевая Москва. Тогда все кипело. Клуб оказался денег в техвагон. И все только будет расти. Это все закончилось довольно быстро. Начало самого путинского времени. Мы понимаем, о чем мы говорим. В результате этот человек погибает, по-моему. И, точнее, сходит с ума. И, что удивительно, предлагаемое обстоятельство Ромео и Джульетты была чума. Основное. Шла чума. А здесь главное предлагаемое обстоятельство – это попытка похудеть. Это главная его мысль. Потому что похудеть, значит, нельзя это есть. Значит, нельзя пить. Если пить нельзя, как наркотики принимать? Катастрофа у человека. А если, как он будет с этими женщинами, когда его тоска без алкоголя, наркотиков берет поэту? Ну, он весь. Какие часы? Сейчас этого меньше, но в это время было безумие. Какие часы? Это были трагедии. Если ты машина не такая, как у этих, и ты как бы скрыть ее, понимаете? И одолжить, чтобы подъехать только. Это прям было вот так. Я это знаю. И свидетельствует Володенька. Пишет правду. Отвратительно пишет. Но правду. Про часов. Сколько мы липовых покупали, чтобы были не нас такие липовые, чтобы поверили. Это было все. Это было. И эта книга в этом плане правдивая. Вот. Русский жигало. Но отвратительно. У него есть и другие книги тоже правдивые. Кое-где он написал меня. Это не верьте. Это все ложь. Вот. Я еще об одной книге скажу. Так, я перейду сюда. Мы немножко движемся по времени. Мы вот уже вот-вот заканчиваем. Это вышла повесть. Называется она «Портал семи холмов». Семи холмов. Другой мы знакомы писать. Потому что я все друзей тащу. Нет. Это потому, что они хороши. Вот. Это Пищиков. И первый раз действия книги про русских людей оказываются, они за границей. Тур поездки в Стамбул. Не в качестве бело-эмигрантов, инсургентов, ссыльных, кого-то еще. Туристов. Наконец-то приехали. Они туристы. Это где-то вторая половина нулевых. И они входят в Софию. И там как бы случается с ним некий портал. Вот. Они как находят какие-то записки. Короткие поездки. Очень хорошо написанные. Хорошим языком. Он еще и византолог, и физик, ядерщик. В общем, все. Визик и лирик. Вот. И что удивительно. Складывается ощущение, что Россия, ее культура, она вот в 90-х, ну как бы, что ли, можно сказать, погибла. Если вот тут где-то погибла та Россия, раковый корпус вот этот та, то еще и культура ее погибла, и церковь не та, и все. Вот. И такое ощущение правда есть. И София для них когда-то одной из самых главных святынь, но пустое. Поэтому я называю этого порталом. Связь есть, но как к черту, так и к Богу. Потому что это просто портал. Вот. И я считаю это силой книги, что иногда у меня ощущение, что наша территория, называемая Российской Федерацией, это какой-то портал. Нужно как к черту, так к Богу. Это просто ворота. Понимаете? Метафизически. И некий известный политический деятель, ныне сидящий в тюрьме, мечтал о метафизической Канаде, России. Мне кажется, не получится у него Канада никакая. Вот. И обсуждаю русскую жизнь. И дальше наша с вами надежда только на женскую литературу. Потому что дальше женщины, слава Богу, берут на себя все. И я вам уже под занавес хочу порекомендовать, во-первых, язычники Анны Яблонской. Это примерно то же самое время. Она погибла в теракте к Домодедову. Представьте, вот такая судьба. Где она очень хорошо описывает, относится с столичной точки зрения, а где-то на юге России, или какие-то там вот украинцы. Такую семью, она называет их язычники. Семейная обычная драма очень тяжелая. Там папаша такой опустившийся. Мама, символ эпохи нулевых. Какая профессия? Риэлтор, естественно. Какой-то человек, которым делают ремонт. И приезжает некая бабка, которая шастает по монастырям в нулевые. Тоже было принято с утра до вечера. Их спасать. И спасает. И тут случается катастрофа. И все теряют это спасение. Яблонская в стиле Достоевского ставит эти вопросы. А самое главное, что кажется, что нет никакого вообще смысла. Все теряется, кроме смысла детства. Вот последнее, что у нас осталось, это смешные существа в шапочках, которые бегают по сугробам. Все остальное, как бы вот это вот, наша великая, как будто растеряно. И Яблонская, наверное, бы нам объяснила, если бы не погибла в теракте. И последние книги, я знаю, что 15 минут еще не прошло. Тоже две женских произведения. Вот сейчас я напишу вам книгу, которая, наверное, одна из лучших, из всего, что мы указали. И она абсолютно малоизвестна. Ее надо обязательно прочитать. Вот эту, да. Это доктор Х и его дети. Я настолько... На самом деле, просто Христофоров, доктор Х и его дети. Это история детского психиатра. И эти дети показаны, как бы, ну, лечить бы их родителей, на самом деле, надо. Автор, сейчас, секунду. Я, посмотрите, немножко подустал уже тоже. И Мария Ануфриева, она меня потрясла. Ей нужно заканчивать реально, понимаете. Вот. Она... Я думал, такого больше не будет. Это настолько... Он погибает в результате. Ну, не буду рассказывать все. Книга... Это труд психиатра. Ощущение, что, как бы, все плохо. А вот он, как Херувим с огненным мечом, последний, так сказать, остается. Да. И причем с юмором, с таким тонким. И там и интрижка небольшая, и то, и сё. И вот эти дети, которых он любит. Она, да, страшно. Страшно. Они там другу могут не убить, сидеть. Но, в результате, все хорошо заканчивается. Разве кроме него, но и он тоже. Очень хорошая книга в лучших традициях русской литературы. И последнюю я вам укажу. Потому что она ближе всего к нам. Находится по времени. Всё, ещё три минуты. Вот. Это у нас тоже женская книга. «Русь сидящая». Ольга Романова. Это прямо предкоронавирусная эпоха. Вы увидите сбор смешных и грустных рассказов о том, кто как сел по политической, так, всяк перипетии, кто как вышел юридически. Она глава фонда помощи, так сказать, людям, попавшим в эту беду. Я сам был волонтёром по тюрьме, поэтому знаю, что она пишет профессионально и хорошо. Это «Русь сидящая». А катаржанская правда в России никуда не делась. Это наша основная история. Она у нас вот… Понимаете, идёт. Вот. «Русь сидящая» и видите, я… Да, Ольга Романова, господи. Очень известный человек. Сейчас видите, мода на волонтёрское движение. Слава Богу, есть Ольга Романова. Вот. Но вот эти две книги, они каким-то образом суммируют вот это многое, что здесь есть. В хороших вещах. Вот Володя Спектр, вот он нифига не суммирует, всё отменяет, скорее всего. Всё. Это просто человек, после которого нам бы и эту лекцию устраивать не надо было, если бы на нём закончили. Это у кошмара. А вот они дают нам, вот эти две женщины, дают нам какую-то надежду. Я вам… Ну, «Русь сидящая» сложно читать, не специалистов. Это рассказики такие. Такие рассказики про разные судьбы людей, которые сели такие. Иногда с цинизмом написаны, как доктора, и пишут, и волонтёры. А это очень такая вещь, в которой просыпается весь гуманизм, тонкость, психологизм и духовность русской литературы. Удивительно, что такое ещё попадается. Что даёт надежду нам всем на течение русской жизни. Если бывает вот такое, что очень хорошо. Я всех благодарю, чтобы нам не испортить лекцию следующему человеку, что у нас всё прибраться. Всем спасибо. Я пойду пить чай. Если у кого-то комментарии, вопросы, возражения, протесты, вызваны дуэль, пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.